Сегодняшняя наша встреча продолжает блок предшествующих лекций интеллектуального проекта «Гулеслик-без», посвященных проблеме соотнесения истины и знания в произведениях искусства. Хотя и предлагает к рассмотрению данное проблемное поле совершенно в умном ракурсе, с точки зрения структуры произведения искусства, то есть его архитектоники или его формы, если угодно. Но на самом деле целью нашей сегодняшней встречи является даже не столько вопрос формы как таковой. Это было бы с одной стороны слишком дерзко ставить вопрос таким образом, с другой же стороны просто кривиально задаваться общим вопросом о форме в пределах двух часов нашего времени лекциона. Таким образом, основной целью сегодняшнего лекбеза будет форма в качестве манифестации знания. То есть форма как антипод лакановской истины. О том, как я понимаю знания, я скажу немного позже, так как я пользуюсь этим термином не совсем в лакановской версии, но об этом, в общем-то, чуть-чуть позже будет корректнее сказать. На одной из лекций этого сезона, посвященной истине в лакановском изводе, вы пришли к выводу, что всякое произведение искусства в своей конечности, единственной по сути конечности как таковой, является истиной самоё себя. То есть, если истина по лакану – это выпадение любых альтернативных возможностей прочтения ситуации, то само создание произведения искусства является выпадением всех новых возможностей, которые отсекаются автором при создании произведения как конечного объекта. И в данном случае можно даже сказать, что конечного объекта по преимуществу. Здесь уместно вспомнить исторический анекдот, который обычно приписывается Микеланджело, об отсечении всего лишнего от куска мрамора, когда производится статуя. Вот это и есть выпадение всех альтернативных возможностей, и на выходе мы имеем истину, ишь произведение искусства. На одной из прошлых наших встреч я предлагал в качестве примера обратиться к сюжету любой книги или сценарию кинофильма, чтобы сразу же заметить там выпавшее поле огромного числа событий, которые необходимы, чтобы действие могло совершиться на самом деле, много того и игнорируются авторами книги или сценария во имя создания художественного произведения. То есть произведение искусства, даже фотография, а может быть фотография и прежде всего, демонстрируют истину, самое себя в качестве эталонного примера той самой локановской истины, как выпадение «я», как низведение знания до уровня симптома. Замыкание, закрывание самое себя, устранение не только входа, но и выхода из данного феномена на уровень формы, то есть структуры произведения искусства. Впрочем, мы с вами обращались и к ной концепции, это концепция Алена Бадью. Не разделяя локановское понимание истины и оценивая конечность как форму репрезентации множественности, Ален Бадью писал, что именно авторское произведение в том, что оно подчиняется законам формы, как физическим, так и эстетическим, и в том, что оно по самой своей сути выделяется, как нечто завершённое во времени, и в том, что оно выделяется из других окружающих его процессов и объектов, является свидетельством того, что именно произведение искусства и есть конечность как таковая. А цель искусства заключается в порождении конечности как философско-эстетической категории. Таким образом, всякое произведение искусства демонстрирует нам истину самую себя, демонстрирует не вариативную возможность, но иконическую, а также символическую данность. Однако, в представлениях Алена Бадью это вовсе не означает какой-то катастроф на манер локановской локузы, из которой нет выхода. А напротив, конечность произведения искусства для Бадью была и есть формой манифестации бесконечной потенциальности событий, которая и является истиной в представлениях этого мыслителя. И тут, в понимании истины, Бадью скорее ближе к делёзу, чем к локовну. Но у Бадью это слово не имеет ругодиного оттенка. Итого, мы имеем с вами два взгляда, две противоположных позиции и произведение искусства между ними. Причём рассматриваемое прежде всего именно в пределах своей структуры, формы, то есть в качестве того, что может быть подвергнуто структурному анализу. Но всегда ли форма произведения искусства является конечностью и стремится к конечности? И если есть исключения, то каким образом мы можем их помыслить? В качестве метапроизведения искусства, претендующего на статус события по Бадью, или напротив, недопроизведения искусства, то есть тех произведений, которые не выполняют своей основной задачей по производству конечности как таковой. Когда мы говорили об истине психоаналитической концепции Лакана, я приводил вам пример произведений искусства, которые явно не были ни экстремальными, ни даже какими-то хотя бы с намёком на экспериментальность. Но всякое ли произведение искусства обречено нести истину в самую себя? Или из этого правила могут быть исключения? И какими следствиями это чревато для нас, если такие исключения существуют? Вот на этих вопросах мне хотелось бы сегодня сосредоточиться в первую очередь, и мы приступим к их рассмотрению весьма последовательно. Есть множество произведений искусства, подчас классических, а подчас спорных, которые выходят далеко за рамки репрезентации истины как конечности, самоё себя. Я выстроил их анализ исходя из диалога с работой «Малое руководство по инестетике» Алана Бадью, с которой мы знакомились на прошлой нашей встрече. Первое, что хотелось бы возразить Бадью, это то, что произведение искусства, являясь конечным по целому ряду пунктов, которые он не племену обозначить в своей инестетике, тем не менее не является конечным по целому ряду других параметров. К примеру, восприятие произведений искусства, в его целокупности, как то, что обязательно должно начаться, длиться и завершиться, это не более, чем отсылка к другим произведениям искусства, в которых такое уже происходило. То есть это не столько свойство конечности произведений искусства, сколько как раз его разомкнутость и соотнесенность как с другими произведениями искусства, так и с нашим слуховым опытом, который был обращен к этим произведениям. Произведение искусства не является конечным и в смысле его абсолютной обособленности. Так, к примеру, для нашей культуры не существует Венеры Миловской с руками, равно как и цветных фасадов греческих храмов, так как они просто не дошли до нашего времени в том виде, в котором они изначально были созданы. Но, утратив свою часть, перестали ли эти произведения искусства быть таковыми, или, напротив, обрели свой подлинный статус именно благодаря утрате, как в случае с безносом, с финксом из Гизы или некой самофракийской, мчащейся без головы. Вопрос спорный. Я в него с головой погружаться не собираюсь, но очевидно, что конечность произведения искусства на уровне его формы и его физической реальности, то есть в качестве осязаемого объекта, в подходе Олены Бадью, ну так скажем, значительно преувеличена. Судя по всему, конечность как таковая может наблюдаться только на уровне логического измерения, но не на уровне объектного. То есть объекты, вписанные в нашу реальность, вибрирующие между воображаемым символическим и реальным локановским, конечно же, воспринимаются значительно более сложным образом, чем символический порядок как таковой. Впрочем, в этом направлении я тоже сегодня не пойду, так как это потребовало бы детального продумывания всех элементов такой концепции, а я сейчас, если честно, к этому не готов. По этой причине я бы хотел остановиться на наиболее наглядных, показательных примерах, когда произведения искусства отказываются принимать форму, которую Бадью назвал бы конечностью как таковой. Даже такой взгляд на произведение искусства уже сможет многое прояснить, а также расширить наше представление об искусстве и его возможных формах существования. Попробуем подступиться к этому, взяв за основу предложенные Бадью четыре критерия конечностей. Первое. Бадью полагает, произведение искусства представляет собой конечный объект. На самом деле, в истории искусства, и музыкального искусства в частности, можно найти примеры произведений, которые бы представляли собой бесконечное длине, или непосредственный, неопределённый во времени процесс. Можно ли их именовать произведениями искусства? Это на самом деле, конечно, спорный вопрос. Одни из них, скорее, логичнее было бы назвать культуральными феноменами. Но есть и такие произведения, которые названы произведением самими авторами. То есть в данном случае они имеют узаконимый опус, по крайней мере, на уровне их создателя. Так что вполне могут именоваться произведениями искусства. Ну, начнём, пожалуй, с культурных феноменов. Как известно, в Древнем Египте колоссальную роль играло музыкальное искусство. Причём, всё равно какое, самое главное, чтобы был звук. Это связано с мировоззренческой концепцией древних египтен. И, в общем-то, вытекает из самой локальности их существования. Понимаете, то есть если человек живёт у единственной реки, которая даёт жизнь, в общем-то, с очевидностью вытекает, что звук – это жизнь, а тишина – это смерть. В Красной пустыне – там одна страшная смерть. И если же вы находитесь неподалёку от Нила, вы задолго слышать начинаете эти звуки, и вы понимаете, что рядом спасение, рядом жизнь. И в Египте для этого было даже специальное божество, в некоторых локусах оно почиталось едва ли никак, как рядоположенное с тем же хором – это ихи или айхи. Это божество музыки, а точнее божество всего одного единственного инструмента – систра. Вы видите как раз изображение сидах от хор, которое держит в руках систра. Систра или систрум – это получается у нас от трясти, от слова «трясти». То есть если у нас в русском и называют «погремушка», то это потрясушка. Действительно, это металлическая погремушка, которая просто создаёт шум. Зачем этот шум нужен? Звук – это жизнь. И в храмах, не скажу, что во всех, но в некоторых, звуки систров не прекращались на протяжении нескольких десятков веков. Сколько существовала египетская цивилизация. Понятно, что её иногда захватывали. То есть я не поручусь, что они звучали каждый день. Но они звучали очень-очень долго. Вечное горение огня и вечное звучание музыки. Музыканты сменяли один другого. Это очень важный культурный феномен. Я не скажу, что это произведение. С точки зрения как раз произведения, которому Бадю пытается применить греческие параметры завершённости, это, конечно, не произведение. Но это культурный феномен, основанный на звуковой реальности, на звуке как таковом. И, в общем-то, он весьма и весьма любопытен. Потому что тот же самый Пьер Кулес, в честь которого назван наш интеллектуальный проект, как раз считал, что, в общем-то, отгораживаться от таких явлений, как не музыкальных, не стоит. И его поиски, которыми мы сегодня закончим лекцию, во многом инициированы, в том числе именно таким подходом к, не знаю, искусству это, или просто феномен культуры, но он, в общем-то, считал, что это даже музыка. Понимаете, в чём дело? Другой пример, если это я вам привёл пример, так скажем, который весьма спорно можно назвать произведением искусства, ну, так скажем, с нашей точки зрения, выросшей на культуре античности, никак нельзя назвать произведением искусства. Подойдём к другому примеру. Это кейджевская известная композиция, a slow, a spasible. В данном случае речь пойдёт скорее о псевдо-кейджевской композиции, потому что то, что сейчас исполняется, а эта вещь звучит и сейчас, и ещё будет звучать очень долго, на этом мы остановимся сейчас подробнее, в общем-то, в той версии, в которой это звучит сейчас, кейджем она не замышлялась. Кейджем эта пьеса была написана изначально в 85-м году для рояля, для фестиваля или конкурса, на котором эта пьеса, в общем-то, исполнялась в пределах, ну, не более часа. Действительно, музыкант должен играть её настолько медленно, насколько только сможет, но, в общем-то, в философию Кейджа всё-таки не входят такие параметры, как музыкальная композиция, которая бы выходила за пределы человеческой жизни. Сколько я у него не читал материалов, вот таких заявок напрямую сделано не было. Хотя это можно вывести из его идеологии, но напрямую он никогда так не заявлял, а это значит, что, в общем-то, то, что сделали с его пьесой, в итоге к нему имеет опосредованное отношение. Версия для органа, она появилась два года спустя, в 87-м году, и звучала примерно от получаса, да чуть более часа. То есть это не было чем-то сверх нереальным. Час музыки мы вполне можем по форме охватить, даже если там ноты очень редко меняются. Но этот проект получил значительную, так скажем, значительную популярность, и в 2001 году он был запущен весьма любопытным образом. В общем-то, эта пьеса будет звучать 639 лет. Естественно, не повторяясь, а именно она будет звучать очень-очень медленно. Для этого используется орган. Там периодически, по времени, не вижу, насколько видны даты, там день, месяц и год указаны, когда каждая нота берется. И там перевешиваются грузила, которые удерживают ноту на органе. На органе, вот, на протяжении этого времени. В общем, эта пьеса закончится в 2640 году. Она закончится звучать. То есть, получается, ее целиком послушать, в принципе, невозможно. В этой версии. Она превосходит продолжительность человеческой жизни. И в данном случае, то есть, сам факт указания Кейджа на то, что это пьеса должна исполняться настолько медленно, насколько только возможно, в общем-то, руки этим исполнителям, мы же не знаем, в данном случае, по крайней мере, исполнителям в качестве реализатора проекта, в общем-то, руки ему развязал. Потому что можно ее еще и дольше гипотетически исполнять. Описано настолько медленно, насколько только возможно. Но если теперь это возможно, почему бы я не вспомнил. В 639 лет. Однако, все это является скорее кунштюками и интересным культурным, опять же, феноменом, чем, собственно, музыкальным опусом в полностью следового слова. Но есть и такие опусы, которые, не являясь превосходящими длину человеческой жизни, тем не менее, выходят за пределы ощущения временного измерения, ощущения конечности, просто потому что длятся более, чем наш слух способен связать. Я на какой-то из лекций показывал вам, что наш слух воспринимает, то есть, естественно, не слух, а, я ее понимаю под слухом, культурное восприятие, да? Мы воспринимаем произведение не векторно, как оно длится, а вот так, постоянно возвращаясь, да? Оно набирает, как бы, обороты, и мы обязательно не воспринимали его как структуру, в принципе, как форму. Так вот, есть предел, когда вот этот оборот дальше уже не может совершиться. Это как, когда образуется системы солнечные, да? Есть то расстояние, когда оставшийся мусор уже просто улетает в межзвездное пространство, а он не может держаться, да? И здесь этот предел был обнаружен Мохтоном Фелдманом, хорошо его выигрывался, в данном случае это речь идет о втором струнном квартете, который идет более пяти часов, иногда шесть часов. Сейчас появилась целиковая запись в интернете, поэтому можно его послушать ненарезанный на треке, до этого приходилось сшивать самостоятельно, потому что он выходил на компакт-диск, а компакт-диск, естественно, столько не может представить музыке. Уникальное по своему типу сочинение, потому что, понимаете, это опус в полном смысле этого слова. Это сочинение со своей формой, но при прослушивании именно форма в нем и растворяется. То есть мы не можем сказать, что это произведение подчиняется тем же самым законам, о которых так хорошо и внятно рассуждает Олен Вадим. То есть мы утрачиваем ощущение начала для неокончания. Звучание произведения растворяется, то есть размывает его архитектонику, потому что она, естественно, есть. Ну, есть и другие примеры, типа того же Инцетри Райли, где есть лишь направленность, но как таковой опять же формы ее измерения, так скажем, именно как формы произведения. Нет, там есть форма только в том смысле, что мы воспримем, когда она началась и воспримем, когда она закончится. Между этим находится дление. Да, но это специфика нашего восприятия, а не специфика произведения, которое мы слушаем. Есть и более радикальные примеры, об этом мы чуть позже поговорим. То есть и даже это восприятие можно обойти. Ну, в частности, кстати, если мы обратимся вновь к органной пьесе, будем называть ее псевдокейдж, да, мы можем послушать только ее фрагмент. И по большому счету все равно, какой ее фрагмент мы послушаем. Это просто прикосновение. Целиком охватить ее мы не можем. То есть в данном случае начало и конец, те самые основные параметры, которые вводит Ален Бадюль для произведения как конечного объекта, они там отсутствуют, потому что мы не слышим ее начало, мы не услышим ее конца, мы слышим только определенный момент ее дления. И в данном случае вот эти начало и конец будут именно отчетливо показывать, что это специфика нашего прикосновения к произведению и нашего от него отделения, ухода, а не специфика самого произведения искусства. Есть еще один пример, на этот раз Булезовский. Дело в том, что Булез вводит такую категорию как Walk in Progress, это сочинение процессии, которое, в общем-то, он ее ко всем своим зрелым работам применял, или почти ко всем, он говорил, что я вот как садовник, я выращиваю свои произведения, произведение не имело некой законченной структуры, то есть оно ее имело, но на определенный период, как, допустим, панцирь у членистоногого, то есть он его имеет, но когда ему нужно будет стать крупнее, он сбросит этот панцирь и наростит другой, более круглый. А, то есть форма как бы есть, это тоже самое сочинение будет, но оно будет уже крупнее, оно будет по-другому демонстрировать те же самые идеи, которые оно представляло, то есть его рефлексия будет набирать обороты. Ну, один из таких примеров, может быть, не самый показательный в смысле роста произведения, но один из самых значительных в творчестве Пьера Булеза. Это «Репонс» или «Респонсорий», уникальная, конечно, партитура, которая в том числе к ней был применен вот этот принцип наращивания постепенного угрупнения произведения, причем здесь речь идет не о том, что к сочинению просто там дописывалась какая-то часть, речь идет именно о росте, как о росте корневища Резона Делезовской. Но вот в чем интересный. Дело в том, что такие произведения обычно всегда демонстрируют либо на примере новаторства, то есть на примере относительно недавнего искусства, что вот революция XX века, перманентная революция, как это говорил Булез, набирает обороты, и вот появляются такие странные произведения искусства, которые действительно сложно как-то проанализировать. Ну, либо наоборот в глубокой архаике или в прямых идеальных культурах, когда это еще как бы не было произведения искусства. А вот в классический период, в период классической истории искусства такого не было. На самом деле ничего подобного. Я вам сейчас покажу пример из моего одного из любимейших авторов. Это Йоханнес Окиген, композитор XV столетия, крупнейшая фигура для франко-фламандской полифонической традиции. Это основной представитель второй волны франко-фламандской полифонии. У него есть месса, которая называется месса любого тона. Она записана, более того, записей много, и вы поймете, почему их не должно быть много. Месса любого тона уникальна тем, что одну и ту же музыку. Автор предлагает исполнять в любом ладу. Дарийском, фридийском, лидийском или мексолидийском. Сочинение, написанное в XV веке, фиксирует лишь относительную структуру сочинения. Но не точные интервалы между голосами и не точные лады, да, а именно соотнесение в пределах выбранного лада, оно является в данном случае примерным. Где-то, так скажем, это в современном нашем измерении будет иметь минорное наклонение, где-то мажорное. Понятно, что речь идет о ладах, и это некорректная темная аналогия. Осознавая некорректность ее использования, тем не менее, пытаюсь как-то объяснить для тех, кто с музыкой в наименьшей степени связанных. То есть сочинение выписывается на уровне соотнесения ступеней о неточных звуковых высотах. Там, где была малая секунда, может стать большая. Там, где была большая терция, может стать малая. И так далее. Но количество ступеней между голосами все время будет сохраняться. Так же, как будет сохраняться естественный ритм. Сочинение есть в разных исполнениях от разных нот, а точнее в разных ладах, а нота соответственно является центром лада, та нота, которая указана в названии. Будет там написано место любого тона рэ, допустим, место любого тона па. Эти исполнения есть даже в социальных сетях типа ВКонтакте. То есть можно ознакомиться, как это по-разному звучит. и таким образом произведение приобретает очень странные черты. Кстати, не сказал, но это может быть важно, а может быть нет, но тем не менее уточнить стоит. Нота указывается, то есть тогда лад определялся не по басу и не по верхнему голосу, а по тенору. То есть та, которая указывается имеет отношение к положению тенора. То есть это другая система. Еще система, появившаяся задолго до гомофонно-гармонической функциональной системы, к которой большинство из нас привыкли. При исполнении этой Мессы предположим от ноты Ре, Месса будет звучать совершенно по-другому, чем от ноты Па. То есть окраска поменяется полностью. И сочинение оказывается разомкнутым, сочинение оказывается мобильным. Месса предлагает к размышлению весьма и весьма сложный на самом деле вопрос. А где заканчивается вот это произведение искусства? Сама по себе Месса написана таким образом, что она предполагает множественную ладовую интерпретацию, что отражено в общем-то в самом ее названии. То есть любая из версий является лишь частью концепции автора. Но являются ли все ладовые версии этой Мессы тем самым целостным произведением, которое реализует идею автора в полном уверенном. Мне кажется, что нет. так как все же это Месса организовано в законченный цикл, который начинается от кири, как и положено Месси, и заканчивается на одну с дэй. и представляет собой именно опус в самом, что ни на есть алкемическом смысле этого слова. И одновременно естественно в одном концерте реализация всех версий этой Мессы будет не полной реализацией этой Мессы, а несколько раз повторенной Мессы в разных ее версиях. То есть получается это произведение, которое не имеет этой самой полной версии. Законченный опус в том виде, в котором вы можете послушать на диске, от одного или от другого отсылает к развернутой концепции. Но одновременное прослушивание развернутой концепции не есть полная представленность этой Мессы. это лишь многократный повтор. Отдельных Месс, которые отсылают к невидимому полному опусу. Здесь уместно будет вспомнить представление о художественной конфигурации и отдельном произведении искусства по Алену Бадью. По Бадью, как вы помните из прошлой лекции, события всегда открывают новый горизонт бесконечной потенциальности. Именно вокруг этой новой потенциальности выстраивается художественная конфигурация. Отдельные произведения искусства конечны, но отсылают к бесконечной потенциальности той художественной конфигурации, в которую они включены. И именно в своей конечности и очерчивают ее конфигурацию, форму. Хотя она является потенциально бесконечной и оппозитной им. Если сильно упрощать, совсем упрощать. Хотя это, конечно же, не так. Представим себе стилевое направление. Допустим, программная симфоническая поэма 19 века. Не совсем так, но тем не менее можно себе представить, что это есть художественная конфигурация, это очень близко к ней. Каждая отдельная поэма является конечным произведением искусства. Но самой по себе симфонической, программной симфонической поэмы как таковой не существует. Это бесконечная потенциальность. И мы можем представить, что есть такое программная симфоническая поэма 19 века по конечным произведениям, которые с одной стороны посетны ей, но с другой стороны именно они и очерчивают просто кто. в случае же соки гем мы не можем сказать в данном случае чем это является. Конечно, она не является бесконечным множеством, которое было бы синонимично художественной конфигурации, оно ограничено тем количеством ладов, которые в общем-то были наиболее употребительны в данную эпоху, но ведь идея самой этой не отлично корреспондирует уже не с произведением искусства, а с художественной конфигурацией. То есть она порождает различные версии самоё себя, рефлексии самоё себя. В данном случае очень-очень интересный предлагается материал, особенно если учесть, что речь идёт о 15 столетии. уже поднимается вопрос о том, а что собственно есть это самое произведение искусства и как оно может функционировать. Каждая версия мессы отсылает нас с одной стороны к единой направленности, к единому концепту мессы любого тона, с другой же стороны является конечным его воплощением и очерчивает саму художественную конфигурацию этого концепта. Если уместно здесь конечно применять этот термин, нужно понимать, что в данном случае художественная конфигурация это метафора. Чем же тогда становится такое странное произведение искусства? Самой художественной конфигурации или напротив, полностью выпадает из нее, так как не реализует принцип конечности. Мне кажется, что здесь происходит нечто аналогичное с фрактальным развертыванием. Так как бесконечное множество реализованное художественной конфигурации мессы франкопламандской школы представлено здесь не только в конечном сочинении, но и в виде некой медианы концепции мессы любого тона. То есть получается, с одной стороны есть художественная конфигурация мессы франкопламандской фальфонической школы. В данном случае это именно художественная конфигурация, существовавшая два столетия. Есть конечные мессы, пишущиеся от Дюфе до Лас предположим. Все эти мессы очерчивают границы этой художественной конфигурации. Но внутри нее появляется месса, которая сама в себе дает различные конечные продукты, которые очерчивают уже ее границы. Структура расслаивается наподобие тех же самых фракталов, когда оно уже умножается не дважды, а трижды получается. фракталов, а трижды и это, конечно, абсолютно уникальный пример. Пример, конечно, редкий, пример нетипичный, но имеющий место быть и более того, по-прежнему широко исполняющийся. То есть, это не какая-то ультраэкзотика. На самом деле, в это время можно встретить и больше ультраэкзотик, но в это уже не полезен, ибо из каждой эпохи достаточно по одному примеру. А пойдем мы дальше в совсем другом направлении. И второй мой пример отсылает уже не к серьезному опусу, а к музыкальной шутке. Эта шутка обычно приписывается к творению Ольга Гаваде Моцарта. Это инструкция по сочинению минуэтов с помощью двух игральных костей без малейшего знания музыки и композиции. Так она называется. Несмотря на то, что это не более чем музыкальная шутка, тем не менее, в каждой шутке, как известно, только доля шутки, и здесь искомая нами концепция также присутствует, причем в еще более радикальной форме, чем у Окигема. Здесь человек по своей воле вообще не организует форму, а организует только пространство вероятности ее оформления. Это почти тождественно удвоению самой художественной конфигурации классического минуэта. Суть этого произведения в том, что отдельные музыкальные фрагменты имеют номера и, бросая игральные кости, в общем-то, можно из этих кусочков собрать танец. Так как фрагментов много, то собрать можно большое количество разных танцев. И шутка предполагает, что речь идет, конечно, о чем-то малозначительном в качестве конечного результата. Важно лишь понимать саму направленность движения этой конфигурации, а кости лишь в случайном порядке организуют элементы этого танца, который будет все время обновляться, но оставаться чем-то тем же самым по существу. Но не если это очень глубокая форма прочтения самой сущности художественной конфигурации. А что есть такое художественная конфигурация? А ведь это и есть повторение того же самого на других вариантах. Почему мы точно можем уловить, что вот это произведение искусства написано, создано в 16 столетии, вот это там в 18 а это относится к эпохе эллинизма и так далее. Почему иконографический анализ зачастую оказывается несоизмеримо более точный, чем методы анализа химические? Да потому что каждая художественная конфигурация, несмотря на то, что она является потенциально бесконечным множеством, я уже вам об этом как-то на одной из лекций говорил. Когда запускается, когда включается событие, потенциально бесконечное множество, чем более оно бесконечно, тем в большей степени оно не очерчено. Каждый новый реализующий его опус все более и более очерчивает его структуру, но все более и более делает его ограниченным, а не бесконечным. Конечно, варьировать можно мелочи до бесконечности, но он все и более и более становится конкретным, пока не дойдет до фазы своего окостенения и, в общем-то, будет сменен новой художественной конфигурацией. Что происходит здесь? Мы видим набранные, нарезанные, написанные фрагменты танцев, которые точно отсылают к структуре художественной конфигурации. То есть Моцарт это создал или не Моцарт, или кто-то в его эпоху, автор этой шутки говорит о том, что на самом деле все эти танцы одно и то же. Вы можете комбинировать отдельные их элементы как угодно, и вы получите огромное количество этих же самых танцев. То есть вот она, идеальная медианта между собственно художественной конфигурацией танца того исторического времени, этой шуткой, и конечным результатом, порождаемым как этой шуткой, так и любым другим способом, относящимся к этому же танцу, к этому же типу танца. Таким образом, эта шутка весьма и весьма любопытным образом демонстрирует нам ту проблематику, с которой философская мысль столкнется уже в 20-м столетии. И в данном случае стоит признать смелыми мысли Алена Бадью, который, надо сказать, он высказал уже непосредственно перед началом 21-го столетия о том, что философия должна быть современной искусством. Понимаете? Речь идет о 18-м столетии. Ставится такая проблема, пускай неосознанно, если неосознанно, даже еще лучше. Но ставится такая проблема, которая, в общем-то, философия получит адекватная. Воплощение только в 20-м столетии. И, естественно, это не было пройдено мимо художниками, романтиками. Речь идет не конкретно об этой шутке. Понимаете, любой феномен не может возникнуть на пустом месте. Речь идет о том, что если оно воплощалось уже, значит, оно есть. и, конечно, романтики стремились к тому, чтобы создать идеальное произведение искусства. Такое произведение искусства, которое бы устраняло любые другие произведения искусства, просто потому, что они будут уже не нужны. То есть, сверх произведения искусства, в данном случае, естественно, автор, который создает уже не конечный объект, а саму художественную конфигурацию становится не просто субъектом о событии, выходит на совершенно иной статусный уровень. И к такому результату стремились огромное количество творцов 19-го столетия, даже начала 20-го века. Но, как известно, наряду с романтическим азартом 19-й и 20-й век параллельно представляет совсем иное отношение к искусству, это отношение к искусству как к продукту. Особенно это наглядно можно продемонстрировать на примере искусства первой половины 20-го столетия, когда функционалистические тенденции соседствовали с ярым мистицизмом и изысканиями самых причудливых свойств. Он достаточно вспомнить с одной стороны упрощенные постройки и конвейерное производство, которое запускается в начале 20-го столетия, которое отлично существовало в это же время с каким-нибудь супрематизмом, который вроде как идет туда же, но совершенно из иного источника, и по сути мессианством того же Векарбюзье. С одной стороны, да, это фактически основатель функционализма, с другой стороны, он ставит перед собой слишком мессианские задачи, чтобы отнести его исключительно к функционалистским тенденциям. В общем-то, для 20-го столетия, для его первой половины, вот этот нагруженный мистицизмом функционализм, он типичен, я бы сказал. И наряду с такими фигурами, как Маларме и Скрябин, которые стремились создать сверхпроизведение искусства, которое сможет сочетать все и вся, которое станет подлинной медиантой уже между абсолютом и конечным миром, и приведет этот мир к окончательной аннигиляции в произведении искусства. Наряду с ними существовали и такие фигуры, которые относились в общем-то к опусу, как производство табуреток. Ну, тот же самый Дариус Мейё. Такая любопытная фигура в области музыкального искусства. В это время, к слову, если уж назвал табуретки, нельзя пройти мимо, появляется совершенно иного типа мебель, мебель функционалистская. Диван, кровать, стол, раскладывающийся на стулья и так далее. То есть мебель, которая может менять модус своего существования. И это не могло не отразиться и на искусстве, ибо всё это погружено в единой культурной пластыри. На эту тему совершенно потрясающая книга у Бодрияра. Она называется «Система вещей». Я как-то на ней останавливался. Это ранняя его работа, на мой взгляд, одна из наиболее интересных работ в принципе у этого мыслителя, в которой он обращается к тем трансформациям, которые происходят в отношениях между человеком и вещью на рубеже 19-го и 20-го столетия. Мне кажется, это очень любопытная книга. Всем советую к ней обратиться, если кто-то не читал, потому что она очень многое может прояснить не только в отношениях с вещью, но и в отношениях между человеком и произведением искусства. И вот, напомню, по Алену Бадью произведение искусства это прежде всего конечный объект. Так вот, вернемся к Дариусу Миньям. Дариус Миньям в середине 20-го века, а точнее в 48-49-м году создает два струнных квартета вместе. 14-й и 15-й номер они получили, которые могут исполняться отдельно как 14-й и 15-й квартет, а могут исполняться одновременно как октет. То есть, в данном случае здесь вообще речь уже не идет о варианте. То есть, это разные произведения искусства, которые изначально предполагают их возможность собирания в другое, уже на этот раз третье произведение искусства. И в данном случае, опять же, совершенно не обязательно, чтобы они все вместе звучали в одном концерте. Можно исполнить октет, или можно исполнить один какой-то из этих квартетов. хотя, так как это позиционируется именно как разные произведения искусства, именно такими они являются, это можно исполнить и подряд в одном концерте. Но, а в данном случае, помимо того, что мы видим уникальное техническое мастерство композитора, которое он нам демонстрирует, не является ли опять же это очень близким к логике фрактального? Ну, допустим, к такой вещи, как кривая эпоха, где одна фигура порождает аналогичные все более и более усложняясь. Ну, здесь мы имеем дважды струнный квартет, который, естественно, в несоизмеримо более сложный струнный октет собирается. Ну, а теперь представьте, что из двух таких октетов можно было бы сделать ансамбль из 16 человек. Из двух таких ансамблей уже оркестр на 32 исполнителя. Это если увеличивать вдвое, а если шаг возводить в степень каждый. То есть очень скоро можно заполучить всю существующую музыку, звучащую в одновременности. Впрочем, такие прецеденты тоже уже были, но это совсем другая история. к Дариусу не имеют непосредственного отношения. То есть, получается, что это? Не есть ли это, опять же, все та же самая медианта между художественной конфигурацией и конечным произведением искусства? То есть, в данном случае подход, скорее, конструктивистский, скорее, такой, националистский, я бы даже сказал, то, если мы попадаем в художественную конфигурацию струнного квартета первой половины 20 века, то, как его ни пиши, он все равно отражает эту конфигурацию. Таким образом, можно написать несколько всего произведений, которые, комбинируясь между собой, будут порождать все новые и новые произведения, все равно относящиеся к художественной конфигурации и раскрывающие ее. То есть, они будут уже порождать себя самостоятельно. Понятно, что здесь об этом еще речь не шла. Я просто собрал два квартета в один октет. Но эту идею можно развить далее. В принципе, все основания для этого он обоставляет. Можно дописать еще один октет к этому. Но сейчас уже нельзя в другой художественной конфигурации находиться. А тогда можно уже. Знаете, в чем дело? То есть, если в случае с моцартовской или псевдо-моцартовской шуткой мы имели дело именно с шуткой, то это уже осознанно решенный концепт, который, более того, реализован в виде опуса, более того, обозначенных конкретно даже опусом. Вот это уже произведение, которое одновременно является полностью разомкнутым. Да, это с одной стороны струнный квартет, а с другой стороны это часть голосов, заметьте, всего лишь часть голосов, это четыре партии другого произведения, которое является ответом. Представь себе, что в книге часть ее страниц, при этом нужно, чтобы они были неподребны. Фрагменты отдельных ее страниц собирались бы в другую книгу, которая была бы автономной. книгами. Естественно, отдельная основная история не годится, потому что здесь речь идет, естественно, о том, что в идем на временности будет звучать не то же самое, да, в актете, потому что один квартет и другой квартет одновременно звучат. Попробуем обыграть второй пункт, который предлагает нам Ален Плодью. С первым пунктом, кажется, в качестве произведения как конечность уже понятно, показал несколько эпох, где, в общем-то, произведения оказываются разомкнутыми и обозначить их именно как конечный объект не удается, однозначно, по крайней мере. Второй пункт по Блодью. Произведение отделено от всех прочих объектов и не сливается с ними в неразличимости, что и гарантирует ему его уникальность. Но пример, наверное, я выбрал достаточно банальный, зато его все знают. это 4.33 Джона Кейджа, известная пьеса, которая, в общем-то, с одной стороны точно ограничена. Вот по первому параметру, который задавал Блодью, она абсолютно завершена. Она имеет точный лимит времени, который вынесен в самое ее название. Она начинается, продолжается и заканчивается. Более того, вы даже видите, это как раз ее партитура, это полумодный текст, она состоит из трех частей. Там следуют определенные части. Другое дело, что понятно, что они друг от друга ничем отличаются. Но в чем эта пьеса отделена, а в чем не отделена? Отделена она в том, что все звуки, которые вы слышите в зале, например, там скрип, стульев, переговаривающиеся, там сидящие, где-нибудь на галерке, люди и так далее, до начала пьесы Кейджа, пьесой Кейджа не являются. Но с момента, когда пьеса Кейджа начинается, а в ней нет ровным счетом ничего, все эти звуки и являются пьесой Кейджа. То есть пьеса Кейджа это не пустота, это не молчание. Пьеса Кейджа это все те же самые звуки, которые будут звучать от ее начала на протяжении четырех минут и тридцати трех секунд. Когда она закончится, опять же, эти же самые звуки пьесы Кейджа уже опять быть не будут, не будут ей являться. Таким образом, то есть по времени она абсолютно отделена, но она совершенно не отделена от окружающего пространства во время своего звучания. Любые звуки, все что угодно, за окнами, внутри этого концертного зала и так далее, которые будут самопроизвольно возникать, будут пьесы Кейджа. Я уже многократно приводил пример, то что я присутствовал на одном из исполнений, где в момент ее реализации за окнами у кого-то сработала сигнализация автомобиля. Таким образом, вот этот звук, который был очень громкий, он был пьесой Кейджа. То есть она все время разная, она полностью разомкнута в момент своего звучания. Абсолютно разомкнута. И как раз Вадюм говорит о том, что уникальность пьесы гарантируется ее отделенностью от остального пространства. Здесь это отделенность исключительно временной характера. Внутри пьесы как раз ее уникальность обусловлена полной отсутствию границы между ней и окружающим пространством. Ну, другой пример из творчества американского классика это его музыка для радиоприемника. Ее тоже у него не так мало. В данном случае, опять же, пьеса состоит уже не из потенциальных звуков. Реально, когда звучит 4.33, может и ничего не прозвучать. Потому что как раз звуки-то не предполагаются. Предполагаются только случайно различные звуки. Эти же пьесы предполагают то, что звук точно будет. Но этот звук будет абсолютно случайно. Потому что в данном случае задействованы в качестве музыкальных инструментов радиоприемники, которые поймают либо голос, либо какую-то музыку. То есть там звук будет. Но этот звук будет как раз сторонним и случайным. Потому что понимаете, что сейчас мы не поймаем на тех же самых частотах то же самое, что можно было поймать в 40-е годы. звучит совершенно разная музыка, но опять же произведение является абсолютно разумным. Но в пределах того времени, когда оно звучит. Опять же, первый пункт здесь срабатывает по поводью идеально, второй пункт вообще не работает. И таких пьес у Кейджа очень много. На этом вообще философия Кейджа строится как такова. А не будем забывать, что Кейдж еще крупный мыслитель. Реально крупный мыслитель. Возможно, даже значительно более интересный как мыслитель, чем как композитор. И достаточно крупный художник. То есть он живописец. Так скажем. Его работы достаточно дорого стоят и размещаются весьма солидных экспозициях. Тут можно вспомнить и целый ряд мобильных открытых постановок театрального искусства. В современном медиаискусстве. Вовлекающем зрителя в культурный диалог с арт-пространством. Но, как мне кажется, есть определенные моменты, которые встречались и намного раньше в искусстве, а не только в искусстве, в наиболее новом. И только раньше они не слишком акцентировались. То есть они не считывались таким образом. Но достаточно взглянуть на относительно классическую построю. Это первая половина 20-го столетия. Это знаменитый дом Фрэнка Лойда Райта «Резиденция Каухмана» или «Дом над водопадом». Чтобы понять, в общем-то, о чем я говорю. Это произведение абсолютно не существует вне контекста его размещения. Он просто не может существовать. То есть этот дом, эта постройка рассчитана на конкретное место. Она полностью в него вписывается и ее границы зачастую полностью растворяются. Там, например, в центре основной комнаты валун, камень, который это скала несколотая. То есть дом перетекает в природу, природа перетекает в дом и этот дом нельзя просто перенести куда-нибудь в другое место. это не тот проект, который может быть поставлен где угодно. И повторюсь, это просто наиболее показательный случай, но для архитектуры это, в общем-то, часто было самоочевидно. Многие архитекторы даже заявляли о том, что они не могут построить на другом месте то же самое здание, просто в силу того, что контекст иной. А это значит, что произведение и было обособлено, и не было обособлено одновременно. Так что здесь, в общем-то, мнение Бадью тоже, как мне кажется, оказывается весьма и весьма спорным, по крайней мере неоднозначно. То есть работает либо один пункт, либо другой. Ага. Перейдем к пунктам Бадью третьему и четвертому, которые, на самом деле, опровергнуть ну или очень сложно, или почти невозможно. Они более основательные, но с другой стороны тоже к ним можно найти определенные исключения. Третий пункт. Произведение искусства конечно, так как определено греческим эстетическим принципом завершенности. То есть философско-эстетическим принципом формы. Предложу свой вариант исключения. Есть такие произведения, например, которые можно прекратить в любой момент. Есть такие произведения, на которые предполагается, что вы можете в любой момент зайти и выйти. Можете неоднократно заходить и выходить. Таким образом, вы лишь контактируете с этим произведением, но вы не сможете его воспринять именно как структуру. Структура не адресуется более к человеку, а так как в общем-то само понятие структуры как символического поля, понятие, относящееся к человекоразмерным категориям, в общем-то формы у тех произведений нет. Даже если это есть изначально. Если вы послушаете какое-то произведение Мортона Филдмана, прикасаясь к нему по пять минут в разные интервалы времени, пока оно звучит, понятно, что форму вы не схватите никак. Форму вы не схватите там никак, если целиком прослушаете, потому что у вас не хватит ресурсов, чтобы сцепить в единую конструкцию. Но прикасаясь к произведению искусства, в общем-то вы тоже получите художественный опыт. И как мне кажется, на этом стоят многие современные художники, ну например, тот же Ларс фон Триер. Совершенно гениальный сериал Королевства. Один из редких примеров сериала сверх высокого уровня, на мой взгляд, это намного сильнее, чем тот же Твин Фикс. Это сериал, который изначально, во-первых, вы начинаете его смотреть, как будто это уже не первая серия далеко, вы сразу же окунаетесь в пучину происходящих событий, но он не закончится. Да, он не закончился по совершенно конкретным причинам, потому что умерли основные актеры, но с тремя новыми основными актерами, в общем-то, сериал бессмысленно. но он считается шедевром, он включен в целый ряд престижных очень списков, потому что он является произведением искусства, хотя не является законченным, в полном смысле слова не является законченным, понимаете? Та же самая неоконченная симфония Шуберта, это именно неоконченная симфония, не то, что у нее такое название, не то, что автор захотел написать две части вместо четырех положенных, нет, есть наброски следующей части, третьей, и неоднократно предпринимались попытки дописать ее, и тем не менее это неоконченное, незавершенное произведение является одним из самых исполняемых произведений в симфонической музыке 19 века. То есть произведением, художественным опусом оно является, а завершенным нет. Вот в чем дело. так что в общем-то к этому тоже по пункту Бадью можно найти весьма и весьма своеобразный подход, своеобразный тип исключений, и еще приведу пару примеров, но вот я уже останавливался на Булезе, его взгляде, Булез считает, что музыка представлена и в музыкальной культуре Азии, и вот эти бесконечные длящиеся звуковые феномены, которые не имеют ни начала, ни конца, это просто игра, это музыка, которая включена в сам быт, в сам этос, она тоже является музыкой с его точки зрения. Таким образом, это не имеет начала такая музыка, не имеет конца, она имеет бесконечное дление, и там, где она прерывается, это не ее окончание, это лишь наше выключение из процесса ее службы. Или такое произведение, как музицирк Джона Кейджа, где действительно можно играть абсолютно все, что угодно на музыкальных произведениях, играть где угодно, но, по крайней мере, выбирать уровень, оно впервые было реализовано в большом торговом центре, где каждый мог прийти и одновременно играть сколько он хочет, что захочет, и где захочет. Может, повыше подняться, по нише спуститься, одно поиграть, другое поиграть, на любом инструменте. Это, как бы, произведение, это опуск, который имеет даже название, конкретно, и тем не менее, он не имеет замкнутости, ни в смысле его культурных границ, то есть туда, он может, этот музей-цирк, состоять из чего угодно. Он не имеет никаких границ, ни в смысле количества человек, ни в смысле инструментария, ни в смысле пространственно-временных, потому что его можно реализовать где угодно. можно, например, объявить музей-цирк по скайпу, а можно объявить музей-цирк вообще, где эти звуки не будут ни с чем пересекаться. Собственно, вся наша человеческая культура в ее совокупности этим музей-цирком является. Просто отдельные феномены, отдельные звучащие, которые не сопрягаются не потому, что они не объединяются, а потому, что просто наше ухо не способно их услышать как взаимосвязанные. Они слишком далеко друг по другу находятся. Как же удалось это собрать все воедино и продемонстрировать вот этот колоссальный хаос, который и есть человеческая культура. То есть то, что стоит за пределами символического порядка. И это тоже образ, это тоже музыкальное произведение, которое, вот этот пункт Алена Бадью о начале, середине и конце, конечно, существенно ставит под сомнением. И четвертый, наконец, пункт по Алену Бадью. Произведение раз и навсегда завершено. Любой новый штрих нового автора может его разрушить или превратить в новое произведение искусства. Ну, здесь возразительнее будет значительно больше, чем по третьему пункту. Ну, к примеру, такая традиция, как каденция. То есть, в классических концертах, а иногда даже и в концертах романтических, каденция не выписывалась автором, или, если даже и выписывалась, считалась вариативным моментом. То есть, каденции при каждом исполнении произведения мог либо импровизировать, либо заранее написать музыкант, который играл это произведение. Таким образом, сочинение, обозначенное в программе и по сей день, то есть, многие музыканты и сейчас играют со своими галенциями в концерты. То есть, произведение, обозначенное в концерте, будет значиться как произведение Моцарта. То же самое, которое вы уже слышали. Но в нем будет достаточно объемный фрагмент, может быть, даже огромный фрагмент, который будет принадлежать другому композитору, который будет включаться в это произведение искусства, и тем не менее, не будет делать это произведение искусства произведением искусства злого автора. Здесь Вадью его позиции не работает. Есть такой же пример и из еще одной исторической эпохи, а конкретно из традиции опера-серия. Опера-серия или серьезная опера, это музыка барочная, ну вот, барочная и классическая, опера, которая предполагала, в общем-то, в ариях при повторе, то есть ария часто строится по типу А, Б, А, один фрагмент музыкальный, потом серединка, потом возвращение первоначального материала, так вот, при повторе первоначального материала вокалист показывал свое мастерство, варьируя изначальный материал пассажами, скачками, либо демонстрируя не свое техническое мастерство, а свой вкус, в данном случае тогда варьируя уже менее сложной и привлекающей внимание мелизматикой. То есть вот это подход, когда сочинение изначально есть лишь некий остров для импровизации, для музыки 17-18 века это, в общем-то, достаточно типично, никто не скажет, что совершенно разные версии исполнения одной и той же арии или одной и той же клавирной сюиты являются разными произведениями, хотя по звуку, по их составляющей нотной они будут сильно отличаться, но они будут атрибутированы тому автору, который изначально создал вот этот остров для последующей возможной импровизации. Опять же, целая огромная традиция, которая добавляет анонимного соавтора, который должен изменить произведение и тем не менее произведение не меняет ни своего автора, ни своей законченной сути. Опять же, позиция в Адьюи здесь не работает. Не работает она еще в одном случае. Это уже более поздняя история оперы, это итальянская опера периода Ароссини и даже середина 19 века. Это традиция вставных арх. Они были, конечно, и раньше, но особенно получили популярность у певцов виртуозов начала 19 века, когда для какой-нибудь примадонны писались вставные номера и не было же написано, что это опера с каким-то вставным фрагментом. Вставные номера писались другими композиторами. Они писались и в 18-м столетии, они писались и в 19-м столетии, просто для того, чтобы продемонстрировать именно мастерство конкретного исполнителя в и при этом исполнить, допустим, усредненный оперный текст, музыкальный текст. То есть оперный текст может быть относительно несложный, но если мы приглашаем супер известного виртуоза, он должен показать свое мастерство, для этого в оперу вставляется отдельный фрагмент, который по сюжету каким-то образом привязывается к ней, где исполнитель демонстрирует свое мастерство целое раздвигается, но при этом не перестает быть самою собой. Конечно, менее радикальный пример, чем, допустим, каденсы или арии в той же оперы серии, допустим, вообще традиция импровизации в не импровизации как таковой, а импровизации на основании музыкального материала там в сюитах и сонатор 17-18 столетия, но тем не менее это тоже прецедент исторический, который показывает, что, в общем-то, добавление или убавление произведению искусства чего бы то ни было, в общем-то, это произведение не делает чем-то другим. Ну, мы отлично знаем и подход такой, но, конечно, плох. То, что я сейчас вам назвал, это именно традиция историческая. А был другой подход. В частности, я с этим боролся, боролся, и, похоже, он существует и по сей день, и неискоренен. Если в архивной работе находится несколько вариантов рукописи, то, что делают? Все недостающие фрагменты собирают и делают большее произведение, чем было то есть то, которого гарантированно автор не писал. То есть, если у автора есть три версии произведения, его издают не тремя отдельными версиями, а собирают воедино, дополняя недостающими вот этими кусочками, и получается гарантированно то, что автор не делал точно. Понятно, что это очень спорно, это очень плохо, я считаю, что так делать категорически нельзя, но, в общем-то, вы, например, все уверены, что все читали, но все читали такого короля Лиры, потому что другой вышел недавно, совсем недавно, в двух отдельных версиях, инфолиум и иноптал. А. Теперь можно ознакомиться, как на самом деле это выглядело, не с компиляцией двух разных усеченной и более обширной версий, но дело в том, что вся прелесть в том, что обширная версия, она тоже может запрягаться со счетом. Оттуда тоже есть чего говорить. И в музыкальном искусстве таких примеров миллионов. Не полезно даже перечислять, потому что их очень много. Есть и обратные примеры, особенно типичные для крупных симфонических произведений и для оперы. Когда ставятся купюры? опера, большая опера очень часто ставятся исключением огромного количества музыкальных эпизодов. То есть на уровне структуры сочинение становится другим, но оно при этом не перестает быть самою собой, то есть это будет именно закупированная аидой, закупированная травиата, но не новое произведение. То же самое часто проделывают например с брукнеровскими симфониями. Они очень большие, соответственно их режут. Или например с любой музыкой Владимира Ивановича Досиния. Он очень мастерски проделывает с любой музыкой, он режет все. Чайковского, Коленникова, все что попадается ему в руки, он это режет. Сам надо найти два одинаковых аккорда. Все что между ними можно исключить. Я никаких не предъявляю претензий к мастерству реализации музыкальной части, но с точки зрения структуры вот такой подход он конечно с одной стороны спорен, а с другой стороны мы никогда не сможем сказать, что послушали все-таки не симфонию Коленика, а все-таки она. Это все-таки она. Вот в чем дело. То получается радикальное вмешательство даже другого человека по увеличению, как например в случае с базовой версией Бориса Годунова. Он же собран из двух разных редакций. Или наоборот уменьшение произведения, тем не менее не делает это произведение иным. Там совершенно необязательно указывать соавтора, ибо соавтора там нет. Так что вообще-то здесь это тоже спорный момент. Позиция Владью не кажется мне абсолютно незыблемой, и даже в литературе, понимаете, казалось бы, в литературе как можно к подобному подойти, чтобы она продемонстрировала нечто иное, чем есть то, что я показал на музыке. Вальтер Веньямин писал о том, что подлинное произведение искусства жаждет того, чтобы оно было переведено. То есть перевод произведения искусства и создание нового произведения искусства, потому что это всегда переработка радикальнейшего порядка, потому что требуется включение в иной культурный контекст, в иное смысловое поле нового языка. Это не может быть дословный перевод, поэтому навряд ли когда-то появится адекватный гугл-переводчик, потому что требуется именно культуральное переосмысление. Это может быть совсем другой перевод, но вы поймете, как, допустим, часто переводят какие-то поговорки, которые являются совершенно разными по метафорам и включенным, но совершенно одинаковыми по смыслу, потому что они горе экспондируют к быту каждого конкретного народа, и так проще понять, о чем идет речь, чем просто дословный перевод этой самой поговорки. Так вот, Вениамин считает, что произведение искусства становится самим собой только тогда, когда оно переведено, потому что оно обретает а, культурную ценность, то есть, если кто-то решил переводить, оно получает признание, а во-вторых, только выход за самую себя и запускает этот процесс рефлексии этого произведения искусства как такового. Таким образом, произведение искусства, утрачивая самую себя, включаясь соавторство с переводчиком и только появляется как произведение искусства того или иного автора, Абьот, Шекспир или кого-то еще. Опять же, этот самый мнимый соавтор никаким образом не мешает произведению искусства оставаться самим собой или более даже того, стать самим собой. И, как вы видите, все перечисленные мной примеры очень далеки от истины в лакановском измерении, от истины как выпадения всех альтернативных вариантов существования, чего бы то ни было. Я противопоставляю истине. Знания, причем, по мне, так, знания я трактую не в лакановском изводе. Сейчас, что такое в лакановском изводе, я вам попытаюсь продемонстрировать на примере, опять же, музыкальном. Для меня истина и знания это оппозиция. То есть, если истина это выпадение до единства, которое, по сути, уже даже не есть самую себя, некая черная дыра, то знания есть вот это потенциальное бесконечное множество. Что же такое знание по лакану? Я не берусь на себя, не беру смелости вам представить эту идею. Наверное, когда-нибудь мы о ней поговорим и даже в нескольких лекциях, потому что, во-первых, представления об этом лакана менялись, а во-вторых, это очень сложный вопрос, очень деликатный, но я приведу просто некий пример из своей собственной музыкальной биографии, который может намекнуть и составить некое представление ваше о том, что такое знание. Дело в том, что я воспитывался с детства в семье музыкантов, занимался музыкой с очень раннего времени, примерно с трехлетнего возраста, и я в прямом смысле слова вырос в оркестре, это не метафор, то есть меня негде было оставлять, я сидел в оркестре утром на репетиции, вечером на концерте, утром на репетиции, вечером на концерте и так далее. И это был оперный театр, специфический театр, большой, огромный Новосибирский оперный театр, и так как с самого детства, еще когда даже не сформирована личность, я полностью слышал все тембры, всех инструментов, в тех возможностях, которые эти инструменты могут реализовать, когда я пишу, мне совершенно не нужно знать диапазон инструментов. Конечно, я от своих учеников требую, чтобы они запоминали, потому что иначе все время обращаться к литературе бессмысленно, когда ты работаешь, ты должен знать. Но я этого не знаю. Чтобы точно вспомнить любой диапазон, мне нужно просто представить, докуда я его слышу. Вот докуда я его слышу, там он есть. Я этим пользуюсь, а не рефлексирую. Вот это знание. Это знание, которое не нужно доводить до состояния осмысленного. Это знание, которым я могу просто пользоваться, я могу сесть и написать за 2-3 дня большую партитуру, и там будет не просто все соответствовать диапазонах, это было бы грубо, это не мастерство, где все будет звучать и по балансу, и по избранному материалу соответствовать тембру инструмента. почему? Потому что я изначально слышу именно другую возможность. Другое дело, что, понятно, когда речь сталкивается с новейшими техниками, которые я не слышал в детстве в исполнении, естественно, классического симфонического оркества, там ставились современные оперы, но они не были столь радикальны, как Эльб Лахема, допустим. шло новое, там Рубин шел тот же, допустим. Но, естественно, эти новые техники мне приходится уже воссоздавать посредством работы внутреннего слуха. Что же касательно музыки без этих техник, то я могу работать с этим, ну, мне это проще, чем, допустим, говорить. Ну, потому что, естественно, я в это погружен был изначально и больше слышал звуков, о чем речь. Вот это знание по лакам. Это что-то само собой разумеющееся. Или, как я на одной из лекций говорил, знание это не то, что мы можем сказать или утаить, а знание это то, чего мы не можем и не сказать. Вот что такое знание. И в качестве такого пышного и объемного завершения нашей лекции я бы хотел остановиться на одном произведении 19 века и одном произведении, собственно, Пьера Гулеза. Не зря его я в названии сегодняшней лекции вынес, ибо он все объединит и все свяжет воедино. Но начнем мы не с Гулеза. А начнем мы с фигуры, с композитора, который жил в далеком 19 столетии, однако именно его можно с полным основанием назвать создателем медиа. Его звали Франц Лист. Или как сейчас говорят Ференс. Он же Франциск, он же Франсуа и так далее. Лист совершенно уникальный композитор, намного опередивший свое время по ряду параметров. И вот чем он мне интересен. Интересен прежде всего таким жанром, как симфоническая поэма, программная симфоническая поэма. Он их написал достаточно много, 13 штук, причем большую часть почти подряд в 40-е и 50-е годы. Но сегодня я бы хотел остановиться всего на одной из них. Она называется ТАССА Жалоба и Триумф. В которой я отчетливо вижу поставленную проблему иной сцены. Я пользуюсь достаточно часто этим термином, этим термином пользуется часто Александр Смулянский в своих лекциях. И в общем-то именно у Листа из музыки всей 19-го столетия эта самая иная сцена появляется со всей определенностью. Поясню, что я имею ввиду. Сочинение выстраивается не по принципу логики музыкальной формы, но исходя из сюжетного нарратива, который не является так скажем, допустим, вокально представленным. То есть это не романс. В романсе понятно, что в вокальной музыке понятно, что на нарративе может очень многое держаться. В мелодраме понятно, что на нарративе может многое держаться. Меняется текст, да, музыка пытается его каким-то образом отразить. Но в общем-то звукоизобразительность появилась задолго до Листа. Можно вспомнить Бибера сонату репрезентативу, где всякие неведомые зверушки изображаются, и такой бестиарий оборочный в ней представлен. Но это совсем другое. В качестве нарратива поэме Тасса положена соответственно биография великого поэта Тарквата Тасса. И самое интересное здесь, что все четыре эпизода этой поэмы строятся на одном и том же музыкальном материале. То есть музыкальный материал не является иллюстративным в том смысле, что разная музыка подбирается под сюжет. Мелодия берется одна и та же. Более того, вся прелесть этой композиции в том, что мелодия это заистована. Это мелодия, которую Лист услышал, когда был в Венеции, когда он совершал своего путешествия по Италии, он услышал, как гендальеры поют эту самую песню на стихи Тасс. Так как речь идет о 19 веке, то, в общем-то, для Листа это было высшим достижением поэта, что спустя несколько столетий его обычные простые люди поют на какой-то там мотив. Этот самый мотив он записал, он его неоднократно использовал, именно этот мотив является воплощением всех четырех эпизодов из жизни Тасса, а и ламитации плача и триумфа. Понимаете? Это очень-очень мастерски интересно в принципе сделано, технически. Но чем оно интересно для нас, это зачем? А интересно оно тем, что получается сама концепция пьесы предполагает не только звуковую часть, но еще и прилагающуюся к ней виртуальную картину. Изначально предполагается, что в программке слушатель читает сюжет, который этой поэме предпослом, и когда звучит музыка, воскрешает своей памяти эти эпизоды и как бы происходит взаимодействие между музыкальным построением и видеорядом в отличие в отсутствии видеоряда. Это виртуальный видеоряд, который в голове каждого слушателя естественно будет различным. данные могут сказать, что ну можно же представлять себе что бы это ни было, слушаю любую музыку. Ну гипотетически да, но здесь эта музыка предполагает изначально то, что вы именно представляете эти картины, потому что это именно картины, живописующие определенные эпизоды, а во-вторых, без этих картин, без этого представления эта музыка является как бы неполозной. И это тоже изначально замысливается таким образом. То есть если вы не знаете сюжеты этих поэм, в общем-то их смысла вы не понимаете. Предполагается, что вы должны знать программку, но программка вам нужна не для того, чтобы связать нарративом, как в мелодраме некое музыкальное высказывание, а для того, чтобы на основании музыкального высказывания вступать с ним в диалог, представляя, воображая определенную картину. И понятно, что каждый слушатель, он же здесь потенциальный зритель, воображает нечто различное. С одной стороны, на уровне музыкального материала все происходит абсолютно банально. Сочинение начинается, длится и заканчивается. Но другое дело, что оно скорее некое специфическое пупури, но опять же на ту тему. Это сюритер из четырех разных эпизодов, где одна единственная тема стягивает все в единый блок. Но с другой стороны, мы имеем совершенно уникальную разомкнутую концепцию, которая, помимо вот этого, в общем-то, обычного подхода к музыке, дает нам реальное включение каждого из присутствующих в зале высоавторства. Ибо то, что вы будете представлять на эту поэму-листа, является продуктом вашего воображения, вашей фантазии. Вот оно, уже интерактив. Интерактив, который в девятнадцатом веке запущен. Сейчас вас можно воспринять как интерактив, ибо все музыкальное, так скажем, мероприятие, предприятие, вся эта музыка в рубежатом девятнадцатого-двадцатого веков, она воспитана на листе Иберлиозе. Она взросшена на этом. И поэтому сейчас сложно понять всю революционность, предложенную листом идеи. А здесь речь-то абсолютно революционная, потому что мы имеем дело с медиа девятнадцатого века. И произведение с одной стороны является абсолютно замкнутым в качестве музыкального составляющей, но абсолютно разумкнутой в качестве потенциального воображаемого вот этого условного видеорядом замкнутого. Как раз с видеорядом это было бы полностью в соответствии с представлением любого дью, ибо он точно вот музыка имеет начало, корреспонденцию с каждым эпизодом и окончание. Это как озвучка фильма, допустим, фильма без текста, какой я не искать Филиппа Доваса. Есть начало, продолжение, окончание. В этом как раз полное соответствие представления у Алена Бадир за оконченный ракус. Здесь же мы имеем видеоряд условных в кавычках, который будет спонтанен. Какой-то, может, эпизод вы не сможете представить в голове, а какой-то представить очень ярко, а ваш сосед представит что-то совершенно по-другому. Но это представление включено в изначальный замысел композитора. И, в общем-то, понятно, что если в 19 веке уже появляются такие сложные произведения, произведения, которые пытаются включить слушателя и же зрителя во взаимодействие, то понятно, что в 20-м столетии можно будет найти что-то уже несоизмеримо более сложное. И если вспомнить мое деление на три практики музыкального искусства, то если пиком этой самой второй практики является псевдомедиа Листа или Скрябина, то третья практика должна представить что-то совершенно выходящее за пределы. И именно это выходящее за пределы мы сегодня и рассмотрим. И наверное впервые за долгое время мы обратимся к творчеству человека, чьей наносит наш курс это Пьер Куллес. Я на самом деле не случайно его избегаю не потому, что я его не люблю или не потому, что нечего о нем сказать, а как раз потому, что в общем-то чтобы о нем говорить нужно достаточно четко формулировать цели и задачи и в общем-то это сложно. Сегодня я коснусь его творчества только с одной стороны, я прикоснусь даже не столько к сочинению, ибо это сочинение настолько странное, что даже сочинением в полном смысле слово назвать трудно. То есть по Бадьюгу оно бы никак не прошло. скорее я даже обращусь к статье или лекции Пьера Гулеза, которая адресована к рассмотрению этого его авторского произведения. Статья называлась «Соната чего-то хочешь от меня» именно с таким видом она была в таком форме она была опубликована вот это в сборнике. Статья у меня есть на русском языке, у меня даже есть физический вариант с собой если кому-то будет интересно потом после лекции можно взять полистать. Хотя там есть ошибки. Я на этом еще остановлюсь. Особенно страшно то, что в схемах. То есть в структуре в форме там есть ошибки. Что это за статья и чем она для нас важна? Ну как вы уже поняли после того как я озвучил название статьи Гулеза название сегодняшней лекции и отсылала непосредственно к ней форма чего-то ждешь от меня это в общем-то парафраза на Гулезовскую лекцию. Данный материал был прочитан Гулезом на дармштадтских курсах в 1959 году в виде лекции посвященной проблемам современной музыкальной формы на примере произведения над которым он работал в 1956 и 1957 годы а потом на самом деле дорабатывал до конца жизни. Я имею ввиду третью фортепианную сонату. Насколько я понимаю до сих пор ее в окончательной в полной версии изданной так и нет она издавалась отдельными фрагментами в общем-то исходя из тех записей которые есть и в этом материале и в более поздних Гулезовских она во многом была для него некой сфер задачи чем-то вроде книги для Муларме то есть задачи изначально которые в полном объеме реализовать просто невозможно. Что в общем-то в этой статье пытается нам сказать Пьер Буллес Пьер Буллес во-первых начинает статью с ведения интереснейшего понятия понятия перманентной революции то что в общем-то начиная где-то середине 20 века а может чуть раньше культура входит в фазу перманентной революции и то есть это уже не революция как некая новация парадигмального типа а некое свойство нынешней парадигмы если раньше к новшеству произведений искусства скорее относились отрицательно чем предположительно то есть новация могла иметь место быть но ее либо не замечали либо в общем-то если и замечали то она вряд ли бы хвалиста то начиная с определенного момента собственно не новое произведение уже и не является произведением то есть произведение должно быть не просто новым то что вчера написано а уникальным вот это и есть ставка на перманентность революции и он Булес делает ставку на обновление формы в музыкальном искусстве через обращение к литературе и тут мы скажем хе-хея это у Листа уже было значит оттуда ноги наступят на самом деле у Булеса все намного интереснее и скорее прямо противоположено от того что делал Лист Булес не столько использует литературу в качестве источника для музыкальной формы сколько пытается найти в музыке адекватные решения чтобы попытаться сделать что-то аналогичное тем новациям которые принесли в литературу две любимые им фигуры это Валарме и Джойс требование первое которое Булес применяет к форме нового типа музыка должна не только выражать что-то сколько рефлексировать сама себя то есть он ставит во главу угла не презентацию а репрезентацию форма музыкального сочинения теперь оказывается разомкнутой не вовне как у Листового а вовнутрь это своего рода спираль внутри которой еще спираль внутри которой еще и так далее она как бы до бесконечности пытается погрузиться в осмысление самую себя это уже не просто форма опять вспомнил про плохо это не просто форма не просто диалектическая форма а форма которая пытается рассмотреть самую себя со всех возможностях с какими-то соображениями которые Булес вводит в этой статье я бы категорически не согласился так например Булес утверждает что музыкальное высказывание не является означающим достаточно радикальное заявление но не будем забывать что Булес был великим дирижером великим композитором но не был великим философом вообще не был философом поэтому он обращается естественно с аппаратом с формулировками достаточно свободно и речь естественно говорит о том что он пытается избавиться в музыке от нарратива а не о том что музыка вовсе не имеет символического изменения это конечно было бы глупо такого дела ждать далее Булес рассуждает о том что если бы в клидовой геометрии кратчайшее расстояние от точки А до точки Б это прямая именно таким образом следовала музыка от начала до ее завершения то он пытается теперь найти иные типы подхода к осмыслению вообще пространства как такового и вводит метафору лабиринта что идеальной формой современного произведения искусства является именно лабиринт почему да потому что можно обойти лабиринт на сто раз и так и не выйти из него то есть это значит что мы гарантированно докуда-то не дошли с другой стороны можно пройти лабиринт и выйти из него не побывав в сотнях мест в этом лабиринте вот она новый тип формы который изначально ставит совершенно иные отношения между структурой опуса и ее потенциальным исполнителем и слушателем Булес цитирует Ноларне книга не начинается и не заканчивается самое большее на что она способна это притворяться но в данном случае притворяться что оно начинается и заканчивается естественно я например встречал такой экзотический способ подхода к текстам известного психоаналитика Карла Густава Юнга так например оказывается психологи некоторые не буду уточнить какие а по нему гадают то есть открывают на любой странице научный текст и вот что там попадает то и имеет отношение к их сессии тебе решили вот это как раз принцип чтения этой книги как лабиринта то есть не сквозное книга притворяется что она начинается и заканчивается на самом деле к ней можно обращаться совершенно другим образом допустим можно включить на какой-то небольшой момент музыку ты ее включаешь для того чтобы ее сплотить как форму а просто для того чтобы например поднять себе настроение или просто чтобы соприкоснуться с ней как я вам показывал уже в случае с королевством триера оно не имеет формы взаимодействие только по принципу соприкосновения как допустим есть взаимодействие между людьми но очень редко можно встретить таких людей которые родились одновременно и умерли одновременно с какой-то особые особые близнецы причем скорее всего сиамские все остальные люди имеют контакт между собой либо с определенного момента либо до определенного либо вообще кратковременно и тем не менее это же не значит что этот контакт не имел никакой ценности то есть ценность изъимается из вот этой законченности в античном представлении произведения искусства то есть оно отбрасывается и естественно Буллес противопоставляет вот этому типу высказывания античному типу высказывания с одной стороны work and progress выращивание музыкальных сочинений которые то есть сочинения можно расти до бесконечности смотря сколько его поливать и он ростит их весьма успешно в том числе это же произойдет и с третьей постепианой сонатой и то что он ее не дорастил до конца не значит что это не художественный выпуск и в данном случае он даже исключает из этой сонаты то что кажется в сонате должно быть обязательно понятие части мы знаем что да начиная с листа появляется одночасное произведение одночасное соната одночасный концерт но понятие части там все равно есть для булеза это абсолютно невозможно потому что часть предполагает к совершенно определенному типу высказывания начавшемуся продолжившемуся и закончившемуся и он выбирает другую формулировку а именно формат формат то есть дословно образующий и это соната имеет пять формантов почему эти форманты ну в общем-то я сейчас вам прочитаю цитаты из булеза вы наверно сами поймете почему выбрал это слово но это еще и не части по той простой причине что форманты на самом деле могут исполняться и автономно и в порядке который ну по крайней мере на момент чтения вот этой статьи предполагалось восемь версий реализации порядка этих формантов они достаточно сложно организованы центральные правда всегда занимают такую ту же позицию но остальные могут перестраиваться таким образом эта соната сама по себе не является фиксированным высказыванием но это далеко не самое сложное что в ней есть это самое простое что я сейчас обозначил намного сложнее почему это так ну и вот начнем все-таки с формата что пишет на этот шаркулес я назвал их так по аналогии с акустикой известно что всякий тембр характеризуется своими формантами я же считаю что точно так же лицо в кавычках произведение определяется его структурными формантами специфическими общими свойствами способными осуществить разработку темы скорее материалы в данном случае темы не музыкальные темы помните когда я разделял три музыкальных практики я делал ставку на то что в первой практике сингулярностью был звук во второй практике сингулярностью становится созвучие прежде всего конечно же аккорд а в третьей музыкальной практике сингулярностью музыкального высказывания становится событие не по бадью а то что называется музыкальным событием это некий фрагмент текста который является минимальной его составляющей то есть разбирать из чего состоит событие бессмысленно это то же самое что разбирать из чего состоит звук в произведении допустим Шопрена звук конечно там тоже много из чего состоит у него есть определенные модуляции но Шопен мыслит звуком как тем что представлено в виде мелодии тем что происходит внутри звука он не мыслит здесь то же самое бессмысленно разбирать эти события потому что это есть минимальная составляющая музыкального высказывания да и вот смотрите что докуда уходит в лес в пиковом своем проекте то есть эта соната повторюсь в полном виде не реализован но в пиковом своем проекте он пытается событиям сделать то что мы раньше бы называли частью большое музыкальное целое соната идет сейчас в полной версии которая есть которую я слышал например 30 минут ну 5 частей можете себе представить ну где-то там по 5-7 минут часть а некоторые части более протяженные а не по разной длины 10 допустим минут это единое событие неделимое которое отсылает к огромному миру возможностей реализации этой сонаты в том числе она будет все время звучать по-разному это совершенно уникальный офис который мы сейчас разберем в общем-то именно из-за этого мы собрались сегодня но то есть я специально хотел сакцентировать внимание на том что одно дело события когда это 2-3 ноты ну это блоки называют множество блоки сам булес вот таким термином пользуется а другое дело когда с событием в моей терминологии инвадью становится целый формат часть произведения что по этому поводу пишет сам классик для меня все более чуждым становится воспринимать произведения в виде фрагментарной продукции я безусловно предпочитаю крупные совокупности центрированные вокруг некого пучка детерминированных возможностей итак как собственно это реализовано в третьем этапианной санате мы остановимся только на 3-х первых форматах а 4-м и 5-м я скажу очень верно первый формат называется антифон как выглядит антифон мы имеем два листка с нотами где определенным образом расположены элементы а и б причем на прямых версиях то есть на лицевых страницах эти а и б располагаются одним образом на изнанке они располагаются как бы зеркально варьируем это не отражение зеркальное а по принципу зеркальной симметрии варьированное развитие того же материала в быном виде вот как выглядит это в правильной версии повторюсь в этой книжке опечатки поэтому если будете работать просто понимаете если вы имеете четыре странички то у вас там не может появиться не лишь что у вас есть четыре варианта их работы поэтому в общем-то не нужно быть шерлоком томсом чтобы восстановить правильный порядок этих построений что мы здесь имеем а имеем мы следующее вот одна страница сверху а и б да мы видим вторая страница а б б прямое прочтение только бельники лицевые сверху видим одну страницу первую перевернули далее вторую страницу перевернули и теперь еще раз перевернули первую страницу Таким образом, форма этой сонаты имеет четыре возможных версии к реализации, и это весьма любопытно, так как это отсылает к четырём версиям окигемовской мессы. Я не думаю, что Буллес мог её не знать, просто как раз в полифонии ранее активно занимался, интересовался Антон фон Веберн, Буллес сделал очень многое для пропаганды творчества Веберна, я думаю, что, конечно, такой интеллектуал, как Буллес был в курсе, но даже если и не был, в общем-то, это ничего не решает. Интерес представляет здесь то, что сочинение, как концерт, перестаёт быть равно сочинению, которое исполняется на концерте. Антифон никогда не звучит целиком, исполнитель должен выбрать, какую версию он будет играть из этих четырёх вариантов. Исполнение всех четырёх вариантов Антифона в одном концерте невозможно, это будет не полное произведение. А четыре раза повторенное одно и то же, потому что это мыслится именно как варианты, причём достаточно радикальные, как вы понимаете, варианты прочтения формы, но не целопутное произведение. Здесь вы видите именно сочинение как концепт, но сочинение как концепт перестаёт быть анонимично тому, что звучит в концертном зале. Так что здесь мы видим своего рода некую аналогию с архитектурой. Представьте себе, допустим, два одинаковых здания или два нефа. Вы можете зайти в один из них, пройти его москвозь и выйти из него. Вы можете зайти в другой, пройти его москвозь и выйти из него. А можете зайти в любой из них и в середине свернуть в другой и опять же выйти. Но вы всегда движетесь, ну в данном случае сверху вниз. Обратное движение невозможно. Таким образом вы не сможете пройти и тот, и другой. Вы сможете либо пройти часть одного и часть другого, все равно какую, либо полностью один, либо полностью другой. Вот как работает эта форма. То есть если раньше нас просто как собачку за поводок композитором, как гид, протаскивал по форме, мы не могли никуда уйти. То же самое отличает, допустим, классический кинематограф. Если вы присмотритесь, как делаются фильмы, в том числе коммерческая продукция до сих пор, там четким является только то, на что вы должны обращать внимание. То есть, естественно, резкость, за счет резкости размытия формы, выделяется то, куда вы обращаете внимание. То есть вам кажется, что вы видите все, но на самом деле вы не сможете смотреть туда, куда захотите, если это, конечно, не снято репартером, когда эти эффекты не используются. В фильмах же чаще всего это вот корректное такое видение, то же самое, естественно, и в искусстве фотографии, где, в общем-то, несмотря на то, что мы имеем как бы отражение реальности, в общем-то, к реальности это имеет самое посредственное отношение. Именно взгляд художника, взгляд фотографа, возможно, в большей степени, чем взгляд литератора, когда мы описываем эту ситуацию. Так что здесь уже композитор выступает не в роли провожатого, а в роли, так скажем, человека, который рекомендует наиболее успешный путь, как пройти. Вот можно так пойти, можно так, можно так. Ну, в общем-то, вы затратите одинаковое количество. Вам рекомендовали несколько маршрутов, а вы выбираете сами. И это в данном случае очень интересно, потому что, опять же, мы видим произведение, которое выступает в роли медианта между художественной конфигурацией и конечным продуктом. Конечный продукт – это то, что мы слышим на сцене. Художественная конфигурация – это, в общем-то, сам концерт третьей музыкальной практики. Второй формат еще более интересен, еще более сложен. Первый формат, в общем-то, простой совсем. Ничего в нем такого очень сложного нет, за исключением того, что все это части единой сонаты, и это тоже элемент, который работает со всем. Затем, конечно, это не созмеримо сложнее, чем логики. Второй формат называется троп. Он чаще всего исполняется. В чем суть тропа? Ну, вот вы видите, опять же, подчищенную форму его. Это своего вот такое колесо, ураборическая структура. Форма абсолютно уникальна, потому что ее можно начать абсолютно с любого места. Другое дело, что занято, задано направление движения, то есть рокоход не предполагается. Но прелесть этой формы в том, что некоторые элементы ее можно как собирать, так и пропустить. Не только начать с любого момента, но выпускать те моменты, которые, вот вы видите, я обозначил, специально выделил. Собственно, тропы. Вот как это пытается предварить своей сонатик в лес. Тропы могут влиять на материал четырех основных элементов формы. Тропы могут быть приравнены к ним, а могут, напротив, быть просто опущены при исполнении. То есть эти тропы не только могут быть либо сыграны, либо опущены, но могут быть приравнены к основным элементам. То есть это значит, что мы даже с него начать можем или на нем закончить. Но, помимо этого, троп может влиять на музыкальный материал основных четырех элементов. В этом смысле троп оказывается в трех разных ипостасях, которые, опять же, выбирает исполнитель. То есть форма становится несоизмеримо более сложной, чем мы видели первую часть. То есть это уже многоуровневая форма. Вариантов исполнения этого форманта огромное количество, на практике неограниченное количество. То есть, понимаете, когда я говорю бесконечное множество, речь идет не о реальном бесконечном множестве, а о том, что в реальной практике, в которой это сочинение будет исполнено, в лучшем случае, десять тысяч раз, все эти разы могут не повториться. Вот в чем дело. И, естественно, в этом смысле вот такой подход к форме уже практически соединяет, собственно, произведение искусства с художественной конфигурацией. Это соната, которая способна порождать сонаты, которые будут разными, но в то же самое время она полностью продумана авторами изначально. То есть это не как в случае с кейджем, когда музык-цирк, да, когда там могло произойти реально все что угодно. Если оно могло произойти реально все что угодно, понятно, что в измерение композиции оно не попадало. То есть, собственно, в композиции формы там нет. В качестве композиции там предлагается отсутствие формы. Здесь же это строго продуманная форма, которая может порождать любые другие из самого себя. И это и есть рефлексия все более и более глубокое осмысление самой своей структуры. Чистая попья взаимодействия между произведением и художественной конфигурацией. То есть, получается, Булес предлагает путь от символического к реальному. Понятно, что это нереальное блакановское измерение, это невозможно. Но он не случайно покушается на музыку, как говорит, что она не является означающим, потому что он действительно прокладывает путь от символического порядка к порядку реальному. Потому что что есть реальное? Это фруктуация символического порядка. Вот она фруктуация символического порядка. Это в сонатах та же самая, которая все время разная, каждый раз. Что по этому поводу замечает Булес? Тем самым мы вновь приходим к идее о произведении без начала и конца, которое может развертываться с любого момента. Идея материализуется упомянутым циклом листков, направленным, но безостановочно. То есть, пресловутый начало и конец, с которым так прицепился Ален Бадью, который современник Булеса. Они живут в одной стране, в одном городе, но жили, ибо Булес уже скончался. То есть, в одно и то же время они фактически современники Булеса. По годам жизни, там разница небольшая. По году рождения, естественно, ибо Бадью живой. И тем не менее, Булес оказывается на порядок вперед. При том, что Бадью для философа, который обращается к искусству, я бы сказал, что один из наиболее радикальных. И он, более того, даже напрямую говорит о том, о некомпетентности философии, примитивной к современному искусству, ибо ее классические методы там просто не работают. Как вы можете догадаться, третья часть еще сложнее. Она сложнее не потому, что каждое последующее будет сложнее и сложнее, хотя это именно так. Напомню, что они могут исполняться в разном порядке. Они сложнее именно как изначальный метапорядок, в котором они не обязательно должны звучать. Начали мы от того, что фактически имели еще Рокигема. Вот такая пьеса, это уже намного круче, чем мы имели в случае с тем же Кейджем. Третья пьеса демонстрирует еще более сложный уровень. Четвертый и пятый я только намечу, я даже туда не пойду. Всему туда не так часто ходил даже Гулиас, ибо он о них больше упоминал, чем разбирал. В этой статье, кстати, он их вообще практически не разбирает. Что из себя представляет третья часть? Она называется констелляция, и так как она занимает фиксированное центральное положение, то вполне логично, что она имеет два измерения, прямое и зеркальное. Зеркальное, на этот раз, это действительно зеркальное. Это отражение того же самого в обратном порядке. Судя по всему, издана была именно эта версия, то есть зеркальная констелляция. Повторюсь, она целиком так и не дошла до печати. Может быть, сейчас она уже реализована, но мне это неизвестно. Единственное то, что целый блок фрагмента формата публиковался в разных версиях. Что здесь интересного? Кроме того, что ее можно сыграть либо в прямом, либо в зеркальном порядке, Сама констелляция, как вы понимаете, со-звездия, состоит из суммарной совокупности блоков, которые записаны разным цветом. С одной стороны, это порядок множеств точек, это именно точки сингулярности, те самые, с которых начинается древнее музыкальное искусство, или то, что я определил как искусство первой практики. Там могут быть интервалы или даже аккорды, но Абулес всегда говорит, что их следует рассматривать как одновременно звучащие точки. С другой же стороны, мы имеем блоки, записанные красным цветом, это множество, которые представляют собой именно события в моей терминологии. Это либо разложенный какой-то пассаж, который нужно читать как некое единство, либо некое созвучие, которое на этот раз уже, опять же, является единством, а не несколькими точками. Ну вот я возьму обложку с буклет, обложку компакт-диска с этой сонатой, где вы видите в цветах красные и зеленые. Красные – это именно множество блоки, там много нот, а зеленые – там этих нот очень мало, они представлены именно точками такими. И эти пространства, опять же, не знаю, насколько здесь видно, здесь можно двигаться множеством различных путей, просто колоссальным количеством. Если в случае со второй частью, со вторым форматом, Булес предлагает нам определенные, так скажем, рекомендации к путешествию, в первом это было всего лишь указание, как лучше пройти, второе – это рекомендации к путешествию, то третье – нам уже выдают просто карту города. Мы можем куда угодно ходить, но город от этого, как вы понимаете, не изменится. Наше впечатление от города может сильно поменяться. Если мы пойдем по каким-нибудь закоулкам, если мы пройдем по центральным площадям, по самым известным памятникам этого города, в общем-то мы город по-разному воспринимаем. Но сам город от этого никуда не денется. То есть это подход к произведению искусства, как к чем-то такому, что вынесено за пределы единовременного охвата, его не только композитором, исполнителем и слушателем, но и всеми ими вместе взятым. То есть это некая задумка, которая далее достраивает себя уже самостоятельно. Здесь не просто с каждого фрагмента можно переходить разными способами на другие, но все эти переходы еще и отражаются на темповых измерениях. То есть смотря как мы пойдем, если мы, например, заплутали где-то, а нам где-то нужно быть в определенное количество времени, то мы пойдем очень быстро. А если мы туда придем заранее, то мы можем там, в общем-то, даже посидеть еще. Совершенно новое измерение высказывания художественного, которое, в общем-то, в музыке никогда до этого не существовало. И как-то эта метафора, которую приводит сам Гулес, в данном случае это и не моя метафора, так что, в общем-то, на нее можно и ориентироваться. Либо можно сравнить это с, допустим, огромным дворцом, который, то есть, если вы посетили какой-то дворец, это же не значит, что вы его весь прошли. Вас куда-то могут и не пустить просто. Вы прошли какую-то его часть, но эту часть можно пройти любыми маршрутами. Ну, допустим, чисто даже гипотетически, но вряд ли можно там за день работы посетить целиком экспозицию. Ну, даже нашего этажа. Но если вы там реально что-то смотреть будете, а не просто пробежаться. Пробежаться, наверное, можно. Но, то есть, у вас есть карта его, вы можете пойти сюда, сюда и сюда. Каждый раз, приходя туда, вы будете получать различные впечатления. Различное у вас будет складываться представление о том, куда вы сходили. Но это же не значит, что сам Эрмитаж поменялся. Он все тот же самый. Но даже нет никакой гарантии, что вы, в принципе, сможете в голове охватить и удерживать размещение всех его экспонатов. То есть, понятно, что я по залам, я его помню. Но там есть, например, огромная выставка, посвященная монетам. И, естественно, я никогда не смогу удержать в своей памяти все эти монеты. Это просто нереально. То есть, оставаясь самим собой, он может все время давать новые и новые впечатления. При том, что мы можем туда, мы уже были там, не знаю, 20, 30, 40 раз, и все равно это будут новые впечатления. Эта соната демонстрирует примерно такой же подход. То есть, музыка начинает смыкаться с архитектурой. Архитектура чем интересна была? Кажется, что архитектура представляет собой наиболее статичную форму. Отчет ТАС-2. Мы же не можем увидеть произведение архитектурное сразу же со всех сторон. А если мы его увидим сразу же со всех сторон, мы его не узнаем. И изнутри тоже сразу же представляется, да, что это будет нечто, что мы гарантированно точно не примем за архитектурное произведение. Таким образом, наш взгляд, наш осмотр его всегда зависит от нас. И хорошее произведение искусства, каким, допустим, бывают круглые скульптуры, или унаследованные лучшими произведениями, там, деконструктивизма, от круглых скульптур подход. Когда, как бы мы не осматривали этот объект, он будет нам очень интересен, и он оставит свое впечатление, причем впечатление уникальное. То есть, если мы имеем четыре разных фасада, а может быть и не четыре, откуда мы начнем и каким закончим фасадом, впечатление от этого объекта будет различным. Так же, как от хорошей, грубой скульптуры. Но, грубая скульптура, это не та, которая грубая, а та, которую вокруг можно обойти, и каждый ракурс будет давать новые способы ее восприятия. Ну, например, там, Давид Макеланджер. Не случайно же его Леонардо сразу запретил в нишу конкуренту. Потому что именно так оно и не работает. Потому что уникальность этой скульптуры, потому что его вокруг нужно обойти, и при каждом ракурсе она дает, при некоторых ракурсах он очень решительный, при некоторых, я бы даже сказал, вызывающий. Такой, насмешливо решительный. При некоторых ракурсах он очень ромкий. Кажется, что он безумно нравится. И это совершенно потрясающе сделано все. Вот это как раз очень близко к тому, с чем работает Буллес, но в музыкальном искусстве этого никогда не было. Вот в чем дело. Что касательно оставшихся частей, четвертой и пятой, они называются строфа и секвенция соответствующие. Иногда последнюю называют последовательность. В общем-то более корректной секвенцией. Они реализуют принцип многомерной формы. Причем реализуют его настолько радикально, что, повторюсь, я туда не полезу. Пятая часть представляет собой уже не просто крафту города, а 3D-модель здания многоуровневой. Где мы можем не просто куда угодно пойти как по карте, а мы можем пройти туда любым уровнем. Где угодно, поднимаясь, опускаясь и так далее. И это, конечно, совершенно уникально. Дело в том, что с чем столкнулся Буллес? С невозможностью это решить в классической нотации. И, в общем-то, перед ним стала столь же, наверное, сложная задача, как и при Маларме. Но он пытался найти новые способы обращения с тем материалом, с которым он работает. То есть, если в случае с Окигемом и шуткой Моцарта количество вариантов было ограничено, если в случае с Кейджем эти варианты безграничны, но они неуправляемы, то в случае с Сонатой Буллеса это подлинный дженерик художественной конфигурации. То есть, это сочинение, которое может порождать любое количество таких же сочинений. И все они будут разные, но все они изначально подпадают под те условия, которые задал им автор. И более того, это условия очень жесткие. Вот в чем удивительность, понимаете, этого опуса. То, что если бы это было просто вербальные рекомендации, это одно. Но здесь очень жестко выписанный нотный текст, выписанный именно нотами. Но эти ноты совершенно читаться должны другим образом, и подход к сам форме позволяет этой сонате реализоваться многократно, все более и более осознавая самое себя. И это тот случай, когда вы никогда не сможете сказать, что вы не пойдете на концерт с исполнением этой сонаты, потому что вы ее уже слышали. Вот в чем дело. Ее нельзя уже слышать. Это сочинение, которое всегда еще, а не уже. И самое удивительное в этом опусе, то, что получается, он нападает на святая святых исполнительской традиции, на интерпретацию. Всегда музыкант, исполнитель хотел реализовать себя, но не всегда с определенного исторического момента, хотел реализовать себя посредством неких особенностей своего истолкования того или иного художественного текста, или, не люблю я это абсурдное выражение, но, в общем-то, музыканты стремились к самовыражению. Что под этим подразумевается, я не понимаю, но пускай будет так. Зачем это происходило? Ну, в общем-то, потому что, очевидно, музыка всегда стремилась к обновлению, к попытке вырваться за пределы фиксированной этой структуры, или, как писал Беньямин, текст стремится к переводу, чтобы обновиться за счет перевода. Здесь это тоже самое, но Булес предлагает совершенно уникальный подход. Зачем пытаться сыграть по-другому то же самое, при этом, естественно, именно то же самое, обменять-то там ничего нельзя? Когда можно создать такое произведение, которое, в принципе, предполагает того, что его всегда можно играть по-разному. И здесь, получается, весь наработанный, так скажем, базис интерпретации исполнительской, он, в общем-то, абсолютно не нужен. Эту сонату не нужно интерпретировать в смысле именно отделять свое исполнение от другого, а не играть ее вот, что ли, допустим, не в этом интерпретации. Почему? Да потому что, как бы вы не пытались скопировать чужое исполнение, в общем-то, это фактически невозможно. Соната предполагает столь большое количество возможных версий ее исполнения, что, в общем-то, вам не нужно продумывать те вещи, которые раньше относились исключительно к сфере интерпретации. И к чему мы в итоге пришли? Если это соната является подлинным дженериком художественной конфигурации, Куи является третьей музыкальной практикой, как тогда обстоят дела с Рюатором? Дело в том, что, как вы понимаете, что порождает художественную конфигурацию? Художественную конфигурацию порождает события, поводью. То есть та точка, когда меняется парадигма, и мы видим неограниченное количество потенциальных возможностей. Этот источник, это истина события, она по определению не может быть автором. То есть она не может быть субъективирована никаким образом. А это значит, что автор такого произведения становится, по сути, анонимным автором. То есть это именно произведение, которое единовременно претендует на раскрытие целой художественной конфигурации в потенциале бесконечного множества. И, в общем-то, Булес пишет почти слово в слово именно это. Этим и заканчивается его статья. Он, естественно, не лезет в такие дебли, куда полез я. То есть статья достаточно простая. За исключением того, что там ужасные переводы и есть ошибки в тексте, в общем-то, статья простая. Но что он пишет в ее совершении? Цитирую. Сочинение музыки было бы несравненно скучнее, если бы мы довольствовались путешествиями, расписанными туристическими агентствами по известным этапам. Наконец, форма достигает автономии, тяготеет к абсолюту, какого она не владела никогда прежде. Она отвергает вторжение чисто личного произвола. Великие произведения, на которые я ссылался, молодные, Джойс, образуют данные эпохи. Текст становится, так сказать, анонимным. Говорит сам собой и без голоса автора. Если бы требовалось найти глубинную движущую силу, лежащую в основании произведения, которое я поставил задачей описать, то это и были бы поиски безымянности. Так заканчивается его выступление в Даннштадте, так заканчивается его статья, соната «Чего ты хочешь от меня». То есть это путь от символического волокановского в волокановское реалии. Соната, которая вечно фруктурирует. На этом, в общем-то, я сегодня и хотел бы закончить, так как анализ гулезовских сочинений, анализ инаковых произведений искусства экспериментального типа в особенности, безусловно, не может быть сегодня полностью нами раскрыт, даже глупо об этом думать. Сегодня я лишь наметил определенные пути для дальнейшей нашей проработки, к которой, в общем-то, мы, я надеюсь, еще не раз вернемся. А прежде чем мы завершим, я хотел бы показать, вот появилась такая на Ютубе видеозапись в исполнении Джеймса Аймона, где эта соната вроде как реализована в той полной версии, которая имеется на данный момент. В его исполнении, к примеру, около получаса длится. То есть это можно послушать. Понятно, что такую музыку, конечно, нужно слушать в нормальном формате, а не такой, который есть на Ютубе, но за неимением лучшего, в общем-то, вполне можно обратиться и к нему. Также я вам рекомендовал несколько сочинений, которые тоже имеют отношение к вот этой разомкнутой структуре. Их я диски показываю. То есть это можно достать на компакт-дисках. В общем, у меня на этом сегодня все. Если есть какие-то вопросы, то я могу постараться на них ответить. Пятый формат. Пятый формат – это у нас секвенция, которая, в общем-то, и реализует форму на уровне 3D-модели. Я как раз не останавливался на четвертом. Четвертый формат, он очень любопытен. Там каждая следующая разработка включает в том числе предшествующую. То есть идея невозможности, так скажем, развития без накопления предшествующего материала. Это тоже очень гибко, это очень сложно сделано. Это не просто включение предшествующего материала, он всегда будет перерабатываться, но там, в общем-то, смысл каждой новой фазы в накоплении и включении предшествующих в нее же. Это четвертый. А пятый – это именно Булесов называет «взгляд через решетку», но имеется в виду многоуровневая решетка, где мы можем находиться не на одинаковых плоскостях. То есть это многоуровневая форма. Очень сложно организованная форма. И вот как раз она и вызывала наибольшие проблемы в качестве, как это фиксировать в виде точной нотации. То есть ему нужны точные ноты, но такие точные, которые могут быть любыми. То есть метод, предложенный Фельдманом, не работает здесь. Это, скорее, ближе к тому, что делал Окегин. Но, опять же, там, конечно, разница была незначительная между этими версиями. Потому что, конечно, Окегин, с одной стороны, фиксирует ноту, но он фиксирует ступень. А ноты могут быть разные. Вот как-то так. Какие еще? Да? Да. Что можно сказать о сочинении Корнелио Сокардио в графическом сонате? Вот, знаете, сейчас ничего не смогу сказать. Потому что, понимаете, я привык, чтобы что-то сказать, мне нужно посидеть и проанализировать. А я, так скажем, не более чем знаток. Вот сказать об этой сонате просто, когда я ее слушал, я бы тоже ничего не смог. Да? Ну, какой вопрос. Насчет того, что, если, например, есть купюра, да, например, вот есть, ну, фильм, ну, например, «За столы и реча мне двадцать лет», да? Вот есть две версии, там, два часа тридцать минут и два часа с купюром. Вот, я недавно их пересмотрел подряд. У меня стало ощущение, что это, ну, два разных фильма, да? И, ну, и вы сказали, что оно не перестает быть собой, если произойдет изъятие. А может быть, оно не перестает быть собой только на, ну, как бы, на нашем добывательском уровне, когда мы говорим, ну, это же все равно то же самое. По факту меняется композиция, меняется, там, не знаю, порядок эпизодов и меняется, в общем-то, общий смысл тоже. Хороший вопрос задали, я его понял, потому что, на самом деле, такое есть и в музыкальном искусстве, да, потому что, в зависимости от того, что мы вырежем, естественно, поменяется смысл. Да, можно, это особенно было популярно в эпоху советскую, да, когда, в общем-то, из любого сочинения можно было сделать подтверждающее советскую идеологию. Но вот в чем дело. То есть, если мы обратимся к традиции, допустим, хотя бы народного пения, да, где нет никакой гармонии, где просто одноголосия, понимаете, самим тембром, окраской этой песни, исполнитель хороший может сделать ее как трагической, так и даже веселой, просветленной, меланхоличной, любой. При том, что она остается самая собой. То есть, в данном случае, эти купюры, на мой взгляд, не более, чем интерпретация, а, как вы знаете, интерпретация может и выворачивать музыкальный текст, и текст искусства, в принципе, да, любой, на мой взгляд, это именно интерпретация, какую мы встречаем, в частности, допустим, в театральных постановках, когда ту же самую пьесу ставят настолько, что она фактически выражает уже противоположные смыслы. Но разве она перестает быть самой собой? Мне кажется, нет. Это, в данном случае, при всей моей нелюбви к гадамеру, это работает, да, есть амфора, которую мы не видим, и есть тот осколок, который есть в произведении искусства. Но он не есть само произведение искусства, он отсылает к той виртуальной возможности всему тому, что из этого осколка можно сделать. Собственно, это символом и есть. Но в данном случае структура, структура же не меняется в данном случае, когда мы по-разному исполняем произведение. Или когда мы читаем, не знаю, стихотворение, одним образом, другим понятно то, что будет по-разному. Мы же не выкидываем одно слово, не вставляем другое. То есть, мне кажется, когда нарушается порядок и целостность композиции, это всё-таки нарушение, которое может к утере идентичности привести или нет? Опять же, хороший вопрос, потому что, если это непонятно, это нужно прояснить. Дело в том, что я начну с противоположного края, чтобы было яснено. Обычно люди почему думают, что очень многие вещи на протяжении веков не менялись? Потому что сохранялся их порядок. Но сохранение порядка, в том числе и порядка символического уровня, то есть на уровне просто констелляции слов, да, с другими словами. Это не значит, что эти слова означали то же самое. И от эпохи к эпохе изменения могли быть настолько радикальными, что просто это уже нечто прямо противоположное. То же самое происходит и в интерпретации. Можно сыграть ту же самую сонату, таким образом, не заменив там ни одной ноты, что она будет чутки не противоположная по смыслу. А можно выкинуть там огромный кусок, как это, допустим, делает Владимир Иванович Хедосеев. Но там не поменяется от исполнения того же Светланова ничего. Понимаете? Вообще ничего. То есть это будет та же самая симфония, при том, что у неё не будет, допустим, там большей части разработки. Больше всего он любит к третьей Чайковского применения. Убирается оттуда огромный развивающий песок, но это та же самая симфония, понимаете? Хотя структура, она, конечно, даже становится другой. Почему? А потому что это компенсируется интерпретацией, которые это вытягивают. Вот в чём дело. То есть получается, не нужно делать ставку на фиксированную модель. То есть форма, это не только структура как таковая, но это структура, сопряжённая с констилляцией на символическом уровне. Если мы это учитываем, то есть можно поменять, но компенсировать на другом уровне мы не поменяем. А можно ничего не поменять, но поменять полностью. Я с этого начинаю всегда лекции по инструментовке. Потому что, когда мы переносим сочинение с одного состава в другой, можно не поменять на одной ноты, и таким образом это сочинение станет совсем другим. Почему? Потому что оно было в одном, так скажем, локусе. Существовало локусе на рубе сольной и пьяной музыки. А мы его переносим на оркестр, где законы другие. То есть это рыба, которая из воды попала на сушу. И она либо адаптироваться должна и отрастить новый дыхательный аппарат, лапы, чтобы передвигаться, либо она умрёт, она погибнет. И, естественно, полное сохранение формы не гарантирует сохранение произведения искусства, ибо его форма больше, чем просто те знаки, которыми оно зафиксировано. Вот в чём дело. Под формой я, естественно, понимаю и констелляцию символического порядка, ибо без этого произведение искусства само собой не является. Оно является конечным объектом. Только и всего. Есть ещё какие-то вопросы? Да. А вот как Вы думаете, если речь идет, наоборот, в изъятии чего-то из произведения, как самостоятельно, вот у Вас там есть, например, да, то, что мы взымаем, да, и играем в полёт шмеля отдельно. Можно ли сказать, что это самостоятельное произведение хотите, и зачем оно было бы уникальное чайное? Хороший вопрос, потому что он сложный. Он сложный в том смысле, что он, с одной стороны, действительно является частью, но оно является частью авторского, так скажем, произведения, и является самостоятельным пропусом, в данном случае, скорее, как культурный феномен. То есть есть вещи, которые просто вошли в культуру, и авторскими в каком-то смысле уже даже не являются. Ну, например, там, танец с сабленными хачатурями. Ну, не каждый вспомнит балет Гайне, да, откуда, в общем-то, и что это было по сюжету. Ну, вот, а это музыка, которая, в общем-то, уже теряет автора. Это тот случай, как случай, когда лист слышит строки Тасса, да, которые пел Гондольер. Не факт, что это было отдельное стихотворение, это могли быть строки из «Освобождённого Иерусалима». И крайне маловероятно, что этот самый Гондолер читал весь «Освобождённый Иерусалима». Это отдельно выхваченная фраза, которая становится уже не вопусом, а скорее культурным феноменом. И подходить к ней, на самом деле, для того, чтобы это анализировать, нужен новый методологический аппарат. Поэтому я вот однозначно не скажу и не за, и не против. Потому что я вот решить для себя это пока не смогу. Вопрос очень хороший, он стоит размышления, но для того, чтобы над ним подразмышлять, поразмышлять, нужен новый аппарат. Как это оценивать? Понимаете? Вот в чём дело. Ну, спасибо за вопрос. Сколько мы можем, у меня там, у меня есть ещё некоторое количество вопросов, поскольку у нас в рейтинге. Ну, вот пока нас не выгоняют, можно. У меня тогда такой вопрос. Ну, понятно, что есть, вот как это, понятно, что, безусловно, разница здесь есть, она ощущается. Сейчас я скажу, что, какой вопрос. Но вот так мы сформулировали. В основном, если представим себе, что у нас есть, допустим, произведение, ну, не знаю, действительно, вот все эти кандидатурные изыскания Булеза или Картину Малевича, да, там, и, соответственно, параллельно к симпризу, имеющие там, ну, сходный визуальный ряд, например, да, там просто чёрный квадрат, который нарисовал человек, ну, умеющий рисовать геометрические формы, ещё и чёрный квадрат, который нарисовал просто машину, просто распечатка, да, понятно, что, ну, там, ну, ну, и, соответственно, то же самое в музыке, да, то есть нужно, зайти в пол какую-то программу, надо взять, там, сочинение того же Булеза, да, там, ну, соответственно, тоже создал какую-то интерпретацию. А понятно, что между этими вещами есть принципиальная разница, там, ну, выгодство. Разница в событии проводили, абсолютно, однозначно. Понимаете, в чём дело? Очень часто сталкиваешься с этим, когда и ведёшь, естественно, современное искусство, студенты многие воспринимают, потому что такие играют, что я так тоже могу. Прежде всего, конечно, нарисовать. Да, не хуже, я не хуже полу. И в данном случае, да, на вынызгать тоже могу. Но, получается, в чём прелесть-то вся? В том, что почему-то до полуока на протяжении многих-многих веков так никто не мог. А вот это и есть событие. После полуока, сколько бы это кто-то не рисовал, это будет просто плохая работа полуока. Сделает это машина, сделает это собачка дорессированная, которой кисточку встучат, сделает это кто угодно. Это отсылает к совершенно конкретному прецеденту. И автором его является полуок. Всё. И в данном случае, естественно, нарисованный чёрный квадрат школьником, да, современным, а потом распечатанной машиной, или даже сгенерированной недалёким искусственным интеллектом, естественно, в данном случае не является рядоположенным. Это просто отсылка к конкретному историческому прецеденту. И не более того. А ещё у меня тут был вопрос. Например, вот, ну вот, просто я ничего не знаю о том, существовали эти дискуссии, поэтому они меня не интересуют. Ведь когда, вот, там, ну, я не знаю, Буллес, может быть, даже тот же, да, когда, соответственно, вот, все создавали свои вот эти произведения, существовал, наверное, какой-то диалог с параллельно с импровизаторской традицией а-ля джаз. Ну, мы же задавали вопрос, ну, чем там, наши минималистские произведения, да, то есть там, чем они отличаются от джазовых импровизаций? Диалог с импровизацией, да, да, потому что дело в том, что импровизация, правда, не в джазовом изводе, и в джазовом изводе она всё-таки, скорее, не импровизация, но тотальная импровизация, в смысле именно полной свободы, это, скорее, кейджерская стихия, и поэтому это как раз по поводу, в общем-то, Буллес с ним полностью разошёлся. То есть у них действительно был диалог, он зафиксирован, в том числе части в этой книге есть, вы можете ознакомиться. То есть основная позиция кейджера – звук, музыка – это всё. Звучит всё, просто мы этого не слышим в силу специфики нашего слуха. Если мы к чему бы то ни было представим усилители, микрофоны, начинают звучать абсолютно всё, что угодно, соответственно, музыка – это всё, а то, что мы её слушаем как нечто начинающееся, продолжающееся и заканчивающееся, это просто специфика нашего восприятия, и не более того. А вот люди исследовавшие эти традиции, они пробуют, там, не знаю, песни, кикорозы записывают. Ну, было какого времени. Ну, зато для кактусов была бы такая же. Ну, то есть звукозниматели ставились на всё. И, значит, кейдж говорит, что я могу вам показать, как звучит этот стол, стул и так далее. Это перенес стул, кстати, это тоже перенес стул. Нет, но кейдж, я сказал, с микрофоном везде ходил. А что касается Булезовской позиции, то как раз, то есть, что, в чём слабость позиции кейджа? Слабость позиции кейджа в тотальной свободе. А тотальная свобода, естественно, предполагает, прежде всего, свободу от свободы. Да. То есть, пока у нас нет твёрдой опоры, в общем-то, само понятие свободы невозможно. И в этом смысле сильнее позиция Булеза, потому что он пытается найти радикальное переосмысление без отпускания основных стен. То есть, это не шизофрения, да, не бросок в психоз, а именно попытка трансгрессии. И в этом, конечно, они значительно отличаются. И, понимаете, было одно время повальное увлечение именно импровизацией стихийной. То есть, когда играют сколько угодно, всё, что угодно, это, в общем-то, и не для публики, даже как бы и не для себя, это просто звук, вот его реализация, как таковая. В чём прелесть этих импровизаций? Они позиционировались, как те, которые якобы в наибольшей степени подчёркивают самовыражение этого пресловутого индивида, такой анти-эдип, да, и так далее. Далой любое подавление. Но вот в чём вся прелесть. Тут бы злорадно смеялся где-нибудь в сторонке Куко. В том, что чем в большей степени они были свободны, тем в большей степени они были, как близнецы в врате, похожи. То есть, это было уже не самовыражение, а было бы просто выражение субъекта эпохи. Это было не более, чем отстаивание своей точки зрения где-нибудь и на форумах. Которые, на какую ни зайди, люди меняются, точка зрения одна и та же. Но человек убеждён, что она именно лично его выстрелана. То есть, вот к чему приводит в итоге импровизация. Аналогов соната Гулеза 3-й, в общем-то, нет. Вот в чём разница. А так как писал Кейдж, тоже может написать, что, как говорил сам Кейдж, вы можете тоже написать так же, даже ещё лучше. Но я это сделал первым. То есть, в общем-то, получается, хотите вы или не хотите, вы будете продолжать его демни. А, кстати, вот вам меня интересует, в данном случае, как сказать, вот это нельзя применение, скорее ширина контекста. Ну, то есть, условно говоря, сколько людей вообще могли, ну, вот там, например, в точных науках, там это, грубо говоря, достаточно хорошо известно. То есть, там, можно сказать, какой процент людей понимает, как вам трудно так. А вот, насколько широка был этот контекст, ну, я не знаю, там, есть ли численные оценки, или нет, да, просто. Людей, которые действительно могли сказать, что они понимают, ну, нет, ну, ясно. И действительно могли работать в схожей традиции. А во сколько, вообще, во сколько грузов был купить от людей, и эйджов? Достаточно широк. Достаточно широк. Широк был очень резонанский, эйджовский. Ну, понятно, что он сложен философски, но просто реализацией это всегда подкупал, да? Ну, а так как пользуются изначально уже проработанной моделью гейджи философской, так что, в общем-то, для реализации он не представляет никакого труда. Что касательно гулезовского дискурса, то, в общем-то, в 50-е, 60-е годы в Европе так пишет, ну, если не подавляющее большинство, то, по крайней мере, паритетное количество композиторов с композиторами, пользующихся предшествующей традицией. И надо сказать, что по сей день дело в том, что после Второй мировой войны, естественно, вставка на национальные черты, да, на все, что было связано с музыкой прошлого, оно, в общем-то, не очень хорошо принимается, ибо имеет вот эта жесткая диктатура автора в музыке прошлого. Она, конечно, отсылает к событиям 20-го столетия и стараются ее по возможности избегать. Такая музыка, как видите, она абсолютно гибкая. Здесь, с одной стороны, это полностью продумано художником, как стоящим на более высокой интеллектуальной ступени, как там идеальное государство Платону, да, но, тем не менее, каждое исполнение этой сонаты не является строго детерминированным. Автор, исполнитель, который является соавтором, может пойти своим путем, и если эта соната будет исполняться в новой парадигме, или, так, через 120, естественно, она будет исполняться совершенно по другим принципам, чем она исполняется сейчас. То есть сочинение, которое предполагает, по сути, бесконечный апгрейд. Сколько людей могут это проанализировать и адекватно преподнести, я думаю, мало. Сколько людей это слушают и погружены в этот контекст, я думаю, что достаточно большой процент. По крайней мере, те, которые считают тебя интеллектуальной элитой, а также и те, которые претендуют на этот титул. То есть человек может ничего в этом не понимать, но это как мещанин во дворянстве, но положено, да, потому что это называется ученая музыка, да, и ученую музыку тоже нужно послушать, как посмотреть там хорошее кино, да, и желательно еще проспансировать. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что современных композиторов, которые окунулись в третью музыкальную практику, сейчас в Европе уже подавляющее количество. Это не булезовская линия, это булезовский вектор на вот эти новые поиски. Они все идут в своем направлении, но и глупо было бы копировать булеза, но именно музыки третьей практики несоизмеримо больше, чем в любой другой музыке в Европе сейчас состоится. А используют ли в музыке третьей музыкальной практики математический язык точный, какое-то описание, какие-то методы? Используют, но редко корректно. То есть скорее это можно читать, в том числе и у вылеза, скорее как метафора. Ну, в общем-то, за это же осуждали и Лакана, но когда мы это понимаем как метафору, это очень точная метафора. В данном случае нужно понимать, что текст, математический текст или текст в виде вермального текста, для художников, для творцов, они с ним работают зачастую как с тем материалом, с которым они работают в своем творчестве. То есть это всегда все-таки скорее метафора, чем точная формулировка, какая была бы у философа или у математика. А вот, как Вы думаете, вот этот эксперимент, о котором Вы говорите, можно ли это соотнести с искусством памяти, о котором пишет Йейтс, выводя это от Симонии до Кировского? Не совсем. Искусство памяти, это вообще специфическая отдельная отрасль. Во-первых, искусство памяти нужно понимать, что под словом арс-мемория, в общем-то, кроется совершенно разная культура. Арс-мемория античного мира, это один филамент. Арс-мемория эпохи Ренессанса, когда она воскрешается из средних веков, это, в общем-то, просто техника, мнемотехника. Арс-мемория Ренессанса, это аналогия, ключевой принцип аналогии, аналогия всего и вся. И, наконец, то есть, опять же, современные мнемотехники, абсолютно функциональные, которые тоже с этим, в общем-то, имеют мало чего общего. Дело в том, что мнемотехника или арс-мемория предполагает, как раз, скорее, обратный порядок, чем то, что мы видим у листа. Скорее, изнанка идёт. То есть, принцип – это прямо противоположное действие. Здесь, наоборот, мы будем видеть всё время нечто различное. И более того, то есть, мы не обязательно должны привязываться к тем же образом, и при следующем исполнении этого же произведения можем другие образы оборотить. Понятно, что держатся сюжетные кадры, но представить это мы можем все, что угодно. Мы знаем, сколько возможно постановок одной и той же пьесы. Или одного и того же сюжета экранизации. Арс-мемория стремится, наоборот, образы максимально зафиксировать. Чтобы их связать, чтобы один образ – это, скорее, ближе к концепции констелляции. А здесь, скорее, наоборот, мы имеем очень точно определённую одну линию, которая отсылает к неопределённому образу. Не к конкретным констелляциям, а как раз к абстрактно потенциальному любому. Естественно, современный человек, прослушивая эту поэму листа, будет представлять другие образы, чем человек, который ещё застал, как танцевать минуэт. А на момент премьеры этого произведения, в общем-то, какой-то пожилой человек ещё вполне мог в свои молодые годы танцевать реальный минуэт. И когда слышал минуэт, понимать минуэт не только как звуковой феномен, как мы его сейчас воспринимаем, но знать, какие жесты с ним сопряжаются. Ведь это же танец, а танец предполагает не только звук. Ну, кстати, по вопросу о струированной традиции, насколько я понимаю, например, люди, которые сейчас изучают, как танцевать минуэра, это, конечно, совершенно другое, чем то, что было 18 лет. Ну, в данном случае перепрошивку всё равно мозга не сделается. Это симуляция макос на линдос, предположим. То есть это совершенно разные парадигмы. Естественно, в данном случае можно вести речь только об имитации того действия, а не воссоздании того действия. То есть это симуляция макос на линдос. Давайте последний вопрос. Я вот когда вы говорили о Эхо Бюзье, и я думал, что он на традиционном подходе к искусству как то, что нигде не должно действовать, мне вспомнилось, конечно, сразу иммонорское явление христа народа. Ну, он всё равно же был не один такой, кто рассматривал именно искусство. Ну, понятно, что он, наверное, в более мистических ключей. Но всё равно, да, то есть это была определённая традиция рассмотрения действительно искусства как какого-то какого-то высшего начала. Вот позиция людей вроде Леха Бюзьяна отличалась от этого. Это была другая традиция или это было развитие вот этой традиции? Всегда, когда мы от чего-то отталкиваемся, то есть отталкиваем что-то, мы, естественно, набираем свою силу именно за счёт этого отталкивания. То есть мы генетически с этим связаны. И все, так скажем, антимистические подходы, что особенно типично для начала XX века, они, конечно, были плоть проникнуты мистицизмом другого порядка. То, что мы видим в подходе к архитектуре Леха Бюзьян, архитектура для жизни, архитектура – это, в общем-то, некий дом, это, в общем-то, то, что должно быть пригодно для его использования. Прежде всего, да, оно должно быть функционально. Но куда он замахивается? Он замахивается на том, что нужно снести все столицы, перестроить их заново, потому что, чтобы весь мир стал удобным для человека. А здесь мы уже видим, в общем-то, мессианское обетование в чистом виде. Это абсолютно утопическая идея. Утопизм, который понимал сам Леха Бюзье, однако бился головой об стену того опасного. Впрочем, сейчас утопическая идея Леха Бюзье как бы исполняет господи Савелья. Но пока что Савелья не снес весь центр Москвы, а именно это предлагал сделать Леха Бюзье. Я думаю, он мечтает. Вот. Леха Бюзье предлагал такой проект и в Париже, и предлагал его и в Москву. Но для этого нужно было снести всю Москву. И он бы построил свои коробки, которые были бы продуманы. В Бразилии в итоге была построена. Идеально. То, что он реально построил, это собственно только в Индии. Там действительно был целый город. Но, в общем-то, это город не столица вся. Столица штата. И да, конечно, для Индии это определенное достижение. Это самый чистый город в Индии, потому что там это все продумано. Но идея-то была изменить всего человека, изменить человечество за счет преобразования его контекста существования. То есть, по сути, это от Скрябина... С одной стороны, это самые точки противоположные, да? Между Скрябином с его этими теософскими задвигами. А с другой стороны, это фактически одно и то же. Потому что и тот, и другой хотели преобразовать все человечество и сделать людей счастливыми в новом мире. Да, и не только его, и Вольтера Гроппиуса, и Ниса Вандероя. Так что, в общем-то, удивительно, но на самом деле все эти тенденции, они на самом деле... Чем радикальна тенденция, тем в большей степени она имеет привязку к чему-то прямо противоположному. Это особенно актуально для искусства начала 20-го столетия. Освобождение от преград... Скоро я выложу эту лекцию в сеть про транспарантность искусства. Освобождение от преград, которые видела Смису Вандероя, да? Что долой стены, долой все, будет единая площадь, полностью остекленная. В общем-то, приводит к чему? К аннигиляции субъекта. Если нету постройки, если нету человека, а есть и функциональный субъект, который может включить чайник, набрать что-то на компьютере. Да, это все замечательно функционирует, но не вещи принадлежат нам, а мы принадлежим вещам как функциональные, так скажем, их процессы, которые ими управляют. В общем, это очень серьезная проблема, потому что сейчас именно на эту проблемах стоит и тотальная роботизация. Например, именно эта проблема мешает повсеместно внедрять роботов-водителей, потому что понятное дело, что сейчас внедрение роботов-водителей в Штатах привело к тому, что, естественно, программисты люди логичные, и понятное дело, и, соответственно, когда у роботов встал вопрос, а нужно ли, грубо говоря, спрыгнуть с моста, чтобы не раздать пятерых человек, машина спрыгнула с моста. Но, понятное дело, потребители это не устраивают. Они хотят таких вариантов, и сейчас как бы идут субы маленькие. Вот, то есть вот эти вот идеи, которые были такие утопические сто лет назад, сейчас они имеют в виду. Просто они запущены. А так как они запущены, они порождают будущее. А мы к нему прилагаемся. И оно уже не наше. То есть мы просто демонстрируем, так скажем, владение определенными гаджетами, мы демонстрируем определенное, не знаю, свое благосостояние, мы к нему прилагаемся в качестве его носителя. Ну да. А не мы им владеем. Ну да. Но просто сейчас вот эти вот, скажем так, пока эти идеи, да, там все-таки бадырьяровские идеи, люди могут еще воспринимать как такое, ну, как такое у меня... Футуристские вещи. И футуристические вещи, мы говорим, вот та волна внедрения, которая идет сейчас, она это продемонстрирует материально. Потому что сейчас все-таки человек может утверждать, что это уровень не гаджетами, а не гаджетами, а не гаджетами. А вот, собственно, то, что мы внедряем сейчас... Объяснить среднестатистическому человеку, что его вовсе нет, что это только сетка, означающая, которой он является носителем. Это невозможно. Да-да-да-да. То есть вот сейчас мы вступаем в мир прикладного лаконизма. И, естественно, исходя из этого, можно вполне предположить, что конечное слово останется за символическим порядком. Ну, по идее, да. Но, скажем, как будто с мир символического... Это пока только у фантастов существует идея. В частности, в небе сингулярность будет у нас стать, сконструировать мир символический. Ну, пока, да, пока сейчас у нас будет мир, белья и лаконизма. Ладно. Спасибо всем за внимание. На этом мы и закончим. Если получится, я бы хотел еще один буллес провести. Они сейчас стали намного длиннее, так что, в общем-то, по объему будет что первый, с совестью том, что второй. Спасибо всем за внимание, что вы выбрались и променяли шабаш в Альпурге в ночь на сложную интеллектуальную работу. Да, можно еще успеть. Спасибо.